WWDC 2017 Не нужно вестись на Big Data Пишем качественный код в JavaScript Погнали! Всем привет, с вами проект UwebDesign, наш подкаст «Суровый веб», выпуск номер 128 Сегодня 6 июня 2017 года, время без 15.11 по-челябинску Забыли мы уже, как писать подкасты, потому что настраивались сейчас час Да, мы с вами после затяжного перерыва, двухнедельного, так случилось, что на прошлой неделе нам не удалось собраться С мыслями, с силами, вообще собраться нам не удалось по жизни Ну ты так сказал, как будто мы бухали Ну то есть правда Да, мы находились в состоянии наркотического опьянения очень долгое время А знаешь почему мы находились в этом опьянении? Потому что скоро будет WWDC, мы знали это Знали? Да, и мы отмечать начали за неделю, да Сказали, да, зачем нам подкаст на этой неделе? Кстати, все равно, следующий будет в 10 тысяч раз масштабнее, круче, потому что выйдет постаревший Тим Кук, обрюзгший Я знаешь, сразу хочу предупредить наших скептически настроенных слушателей или, может быть, новичков подкаста Те, кто первый раз слушает, или второй, может быть Мы, конечно, Apple фанбои и т.д. и т.п., но этим не ограничиться Подкаст будет большой, длинный, необрезанный И кроме WWDC будет еще очень много интересных тем, господа и дамы Да, и даже если вы не первый раз нас слушаете, то радуйтесь, в iOS 11 антенки теперь опять антенки, а не кругляшочки беспонтовые Начинаем Вообще, если вот прям вот на чистоту мы с вами будем здесь говорить, на всю страну, на весь мир, что там говорить, нас даже из Израиля слушают Если бы не роман, который сегодня в 12.24 по-челябинску написал Было бы круто услышать ваше мнение в чашнем WWDC Apple 2017 Мы бы вообще эту тему нисколечко не затронули То есть хочется сказать как минимум спасибо роману Да, причем, естественно, мы бы это сделали просто наспор, потому что мы-то, естественно, следили, внимали там Я даже с батей в Хорватии созванивался, обсуждал Ты видел, ты видел, там, вау А он смотрел в прямом эфире? Он текстовую трансляцию смотрел на... На русском, да? Да, на русском Слушай, можно было в Велосокома смотреть тоже на русском Он смотрел Apple Insider И он мне именно говорит, там эти два сидят, обсуждают А, понял Так что вот да Короче говоря, Роман, спасибо тебе Мы начинаем КВН На macrumors.com Я открою, открою себе на macrumors Хотя у меня есть на русском, вот тут на канобу Но я открою себе на macrumors Ты что-то там делал много ссылок Да, я уже потом даже перестал их делать Я их буду оттуда открывать Ты вот открой на macrumors И посмотри, сколько там, мать твоего ссылок Я охренел, да Вот первый пак Это видосики на YouTube Их мы смотреть, конечно, не будем А вот дальше software announcements Hardware announcements Miscellaneous Сейчас все, наверное, уснули Но, но, давай еще раз WWDC это именно разработческая конференция Apple Да, и так, тот выступление, которое мы видели Это открывающее выступление Чтобы вы понимали В течение недели Они бухают Да, без перерыва На нескольких площадках Прямо как Rock Amring Будут выступать различные компании Разработчики под Apple Да, да То есть и куски команды Apple То есть свифтовые программисты Они будут свои свифтовые конференции давать Веб-девелоперы будут про Safari отдельные Прямо Я вот год назад Когда вышел Safari 10 или 9 Я не готов вам сейчас ответить Какой вышел именно год назад Я смотрел именно Keynote Где именно разработчики Safari Рассказывали про супер там фичи Веб-кита там и так далее Угу То есть у них вот это вот В течение пяти дней будут происходить Разные события Но принято обсуждать Вот в широких, так сказать, кругах И в СМИ Только за главный Keynote Так называемый Вот где непосредственно Все мужики вышли Тим Кук Фил Шиллер Ну это самая именно популярная хреновина Потому что остальное Там именно для задротов сильных Да Остальное уже непосредственно Для разработчиков Ну давай, короче, чё там Давай с горяченького начнём Чё там Ну давай так Будем хронологически двигаться И у тебя там в слайке На самом деле хронологически написано Я вижу, я вижу TVOS на первом месте у нас В смысле хронологически? Как мужики выходили? Как мужики выходили Давай, давай Так И на самом деле Если мы будем Опять же откровенны Выходили они в порядке Начиная с неинтересного И заканчивая Прям феноменальным Бомбой То есть с Тима Кука Выходили То есть, да С обрюзгшего И старого Тима Кука Он как-то реально сдал В этом году Ну ты прям видел, да, машину? Я прям Ну я посмотрел видео И он Он прям какой-то это Тоже как будто болеет Не дай бог, конечно Чуть-чуть Фу Ну ладно Это возможно из-за того, что Трамп пришёл Он прям сразу сдал автоматически Кстати, да Кстати, может быть Они же прям открыто его критикуют Ну ладно TVOS Это прошивка на Apple TV Как нетрудно догадаться И из навулечек И навусечек Поддержка Amazon Prime Video То есть сервиса Amazon По этому Ну Аренде видео Да Стримингу и так далее Не, а знаешь что? А нахрена, кстати, это сделано? Если в Apple Этам тоже есть всё Комиссию брать дополнительно То есть Amazon Prime Это уже такой игрок Которого ты никак не можешь Списать со счетов А ты позвонил Будучи Тимом Куком В Amazon И говоришь Чуваки, у вас же вот для всех же 8 долларов, да? В месяц подписка Они такие Ну да Давайте вы нам продадите 4 доллара в месяц 50% скидка Потому что мы оптом у вас берём А мы её будем перепродавать Также за 8 А 4 оставлять себе Но Apple Это очевидно Почему выгодно Чтобы люди Которые в Америке Допустим имеют Amazon Prime А его можно А могли покупать Apple TV Да, они коробочки покупали Это всё двухстороннее На самом деле Здесь вот эта рука Руку умоет А почему Netflix не сделать? Это тоже большой игрок Netflix у них уже есть А, Netflix есть в коробке, да? Да, Netflix-то уже есть в Apple А оно всегда там было То есть с Netflix У них, видимо, какие-то Взаимоотношения У Тима Кука Так там вообще тогда Можно просто эту коробку Купить и жить Да, да Так это Я думаю Вот Amazon Prime Туда включив Они сделали Apple TV Ультимейт Медиа-центром Для всех Американцев Знаешь, там ещё вопрос В том А это хотя Наверное Обычное телевидение Знаешь же Люди любят Посмотреть Разных там Баскетбол Футбол Бейсбол И это тоже есть В Apple TV Потому что Все эти каналы Которые Именно Если ты говоришь О бейсболе И баскетболе Они там кнопками Просто есть Ты можешь любой эфир Включить Если у тебя на них Опять же Оформлена подписка А даже будучи Зрителем кабельного У тебя Ты эти каналы Отдельно там покупаешь Ну да, да У тебя в любом случае Есть эта подписка И ты точно так же Из Apple TV Ещё и с удобного интерфейса Я ещё и напомню Siri в нём теперь есть Ну в новых коробках Ну это вот Siri там Появилась Чуть ли не с прошлого сентября То есть Да В Apple TV Generation 5 Или там Не помню как он называется Но уже с Сенсорным пультиком Где игрульки Даже на котором есть Ну ладно Давай Не будем сильно Я уверен Что для наших Слушателей Конкретно Это не самое интересное Вообще не актуально Согласен Напишите в комментариях Если у вас есть Apple TV Новый С сенсорным пультиком Я уверен Ни одного Комментария Сейчас не будет Ну WatchOS Следующая WatchOS уже 4 Четвёртая прошивка На часы Что характерно Сама железка То есть часы Это вторая железка Она вторая Ну как бы Реально Было типа Apple Watch Но не Apple Watch 2 По-моему А просто Apple Watch New И то их не каждый год Обновляют И то Почти единственное Что обновляют Это ремешки Цвета Корпуса Ну короче Смешно это всё Но теперь Из Из Killer Fitch Есть Siri В часах Непосредственно Калейдоскоп Это уже Это я по мере важности Говорю И естественно Новые циферблаты С персонажами Истории игрушек Да Да Поэтому Я даже не представляю Я не понимаю Даже зачем Как мы всё ещё Не купили Теперь Когда базлайтеры Можно поставить себе На рабочий стол Нет А зачем Зачем они вообще Это говорят Анонсируют То есть В чём мулька Мулька в том Что Ну Мы-то ёрничаем А там Новый механизм Нотификейшнов На часах И они это Разработчикам Говорят о том Что вы теперь В свои приложения Можете добавить Whole new experience По Нотификейшнам В часах Идите И обновляйте Свои приложения Чтобы соответствовать Новым веяниям Вот так они говорят Я понял тебя Вот короче Вот это всё сказали Это Два самых неглавных Мужика вышли Или там один Нет В том-то и дело Что это сам Тим Кук говорит То есть Два самых неглавных Мужика Ну нет Я опять же Шучу Там он Чувака в круглых Очёчках вызвал Какого-то да Нет Я к тому что Знаешь Как это было на конференции Все кто не успел Зайти в зал Они проталкивались Ещё в это время Тут ещё толкали Ещё попкорни Чистую data Именно в твои часы Чтоб всё прям было По фуншую Я думаю Опять же Там где Есть дилеры Вот таких Так скажем Дорожек Так Наверняка Там наклейки есть Огромные Что это работает С WatchOS Так же как на моём мониторе Поддержка Windows 7 Как бы вот Windows XP Не едет Монитор вообще Ни в какую Хотя опять же Шутки шутками А 98-ю винду На плоском экране Я так и не смог запустить Вот видишь Драйвера не ловились Вообще ни в какую Прям даже не стартовала Графическая оболочка Поэтому Видимо В этом что-то есть Когда-то будет момент Когда Старые Винды Не подтянут Новые 4К Дисплеи Просто и всё Да Вот Следующая Это МакУэс Хай Сиера Ну С вот этой вот Представочкой Хай Да Все уже пошутили Что накуренная Сиера Нет подожди Давай объясни мне Смотри Сиера Это какое-то место Горный массив Это горный массив В парке Юсемити Они всё Более точечно-точечно Возможно Через 3 Операционки Будет уже Хижина Тима Куков Хай Сиере На 5-м перевале На 6-м километре То есть Хай Это имеется ввиду Что они всё-таки Это есть какая-то метафора О верхушках Сиеры Это не метафора Это кусок Сиеры Банально Просто отдельный Гребень Так называется То есть Вот у нас есть На уральских горах Таганай Это Хребет Но на хребте Таганай Например Есть гребень Откликной Это отдельная гора Слушай Надо делать Это же Можно МакУэс Откликной Так вот я и говорю А дальше МакУэс Камень На откликном Червячок На камне На откликном Они должны Всё дальше И дальше Уточнять Это всё Ну какие новинки Нам представляет МакУэс Хай Сиеры Кроме того Что там конечно же Замечательная новая Заставка на рабочий стол Слушай Ты всё самое важное Уже назвал Всё что ли Вот да Ну вообще Вообще Для нас Самого интересного Это будет то Что новый Safari Safari 11 А у тебя будет Углубление В это дерьмо Ну в смысле Ты же говорил Что у тебя будет Какая-то тема Конкретно Про Safari и Chrome Есть Есть конкретно Но Там же бомба Там сухие цифры Да Движочек JSC Так Который конкурент Движочку V8 В хроме Он просто Майндбловинг Он взорвал Всем башню Но об этом Чуть позже А если говорить Уже не об этом То Наконец-то Поддержка H265 Кодека Многие Это Как ты говоришь Те люди Которые сегодня Первый раз Смотрят подкаст Они-то и не знают Что Два года назад Когда мы ещё В старой моей квартире Записывали Подкаст Мы с тобой рассматривали Что вот новый H265 Кодек Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Вот наконец-то Уже на уровне Операционки Это прям поддерживает Давай для нас Для дилетантов Объясни Чё можно делать Вот у меня новая Допустим операционка Чё я могу этим кодеком Сейчас скодировать Кем Какой программой Ты же понимаешь Что Поддержка Это очень условное дерьмо То есть Не надо просто Киллайт кодек Пак Ставить Теперь Ну всё Это победа А тут ещё надо было На Mac Киллайт кодек Пак ВLC Плеер В котором Это поддерживается И теперь У тебя Даже когда ты ВLC Это открываешь Оно на видях Уйдёт Через вот эту Metal 2 Прослойку И просто Не лагает Нет у тебя 100% загрузки CPU У тебя уже Инструкции Корректно Это обрабатывают Потому что Внимание В новом железе Кэби Лейк Процессор Просто видишь У меня возникает вопрос Если У меня Так Допустим MacBook Pro Retina 2012 года Оригинальный Который только вышел Или 13 Лучше туда На графический ускоритель Ничего не нагружать Вот Я поставил себе High Sierra Я прохожу по требованиям Так Будет ли у меня это работать Потому что Железо там Откровенно Не Кэби Лейк Согласен Это Такие детали Которые мы сможем понять Когда хотя бы Первая паблик бета выйдет Я вот не стал себе На рабочую машинку Сюда ставить Девелопер бету первую А там будет урезанная High Sierra На которой только Рабочий стол будет Обойка Да Которая Ничего еще не включено Но вы уже Держитесь Хорошо А еще какие-то Вот Metal 2 Ты сказал Или ты не сказал Что это за дерьмо Это как OpenGL Прослойка между Драйвером И ПО И двиганами Типа Юнити Для того Чтобы очень четко Все данные Все команды Передавать на железку Короче говоря Очень хай-тек Возможно Между драйвером И железкой даже Короче Это какая-то прослойка И Опять же Она работает Наверняка Только с последними Там вот этими Intel HD Там говно Или там Radeon R500 Который там В Super iMac Pro Про который мы Тоже еще сейчас Чуть позже поговорим Но вообще VR контент Теперь на Mac Будет нормально работать Не лагать И так далее Из-за вот этого Metal 2 И Machine Learning Будет работать То есть конкретно Это умные инструкции Работы с железом Чтобы Та же самая железка Прям Стала Вот очень Продуктивной И крутой Но это у нас с тобой Была шутка Перед этим Про то что на Apple конференции На вот WDC Было очень много Новых Модных Крутых Слов Типа Дополненная реальность Виртуальная реальность И вот всякое такое В тренде А мы забыли сказать Что наш Нет Да И я хочу сразу сказать Что наш подкаст Он соответствует Всем современным технологиям И выходит в дополненной реальности В том числе Дополненной Вот AR Как она Аугмент От реалити Да У нас Аугмент От реалити Полная Вообще До свидос Да У нас Банка варенья Здесь на столе стоит Я могу Побрякать Ее Микрофон Я не знаю Да 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 Передастся вам Это или нет Поэтому Вы смотрите Следите за новостями Так Окей Кроме этого Новое приложение Photos Вот Я тоже смотрю Оно прям как Photoshop Теперь Там Можно кривые Двигать Вот это все И понимаешь Это не станет Профессиональным Инструментом Мы с тобой понимаем Что в фотоателье Никто не будет сидеть В фото с это Редактировать Я поверю Что в Америке В Америке Будут продолжать Уже и на таком дерьме Сидеть Нет Я не отрицаю Наверняка будут Я просто к тому Что мы же знаем С тобой Что в Америке Все еще там Есть люди Которые Photoshop CS2 Все еще используют Потому что они на него Лицензии Потому что лицензионные Да И как бы они Creative Cloud Не хотят уже покупать Поэтому Photoshop там тоже Уже глубоко Довольно-таки пророс Поэтому да Кроме этого приложение Mail например Оно очень теперь Продуктивное До 30% меньше Пространства На жестком диске Тратит А там что Подожди Там письма занимали До хрена Ну а ты ржешь Ржешь А вот у меня Все мои 6 или 7 ящиков Которые подключены В Mail Они 55 тысяч писем В себя Насчитывают С собой И это чуть ли не 3 гига И ладно бы 3 гига Оно еще каждый раз При загрузке Mail Очень долго Это все переиндексирует Дефрагментация Практически да И вот это все До 30% Быстрее стало Блин ну слушай Мелочь А приятно Вот это приятно Вот это да Еще есть что-то В High Series Такое Ну а Визуальная часть Никак не изменилась Да я так понимаю Ну вот Ничего такого О чем прям Вот можно сказать Вот Никаких Новых дизайнов Из кевоморфизма Так сказать В В Флоскизм Да Этого не было Ладно А iOS 11 Или что там Нет По железке Про железки А железки Железки Что новые iMac Коротко 43% ярче Чем предыдущие Кабилейки Более быстрые Простите SSD Еще больше Thunderbolt портов Еще лучше Radeon Pro 500 А Кабилейки Это типа Intel Какие-то Простцы Супер Ну по седьмое Поколение Core i3 Ну не только Core i3 Pentium G 4620 Или там 5.0 Я уже не помню Точная модель Тоже Кабилейка К сожалению Так вот Макбуки Тоже новые С Кабилейками Макбук Без Тачбара Подешевел Чуть-чуть Тут наверняка Сейчас будут Вопросы у людей Типа А надо ли Покупать новый Макбук Если у тебя Надо Надо Просто вот Все Metal И прочие Х Они на новом железе Будут работать Просто лучше И все Логично Это логично Знаешь Это как вот Забегая вперед Девелопер Бету High Sierra Я не поставил А iOS 11 Я все-таки поставил Себе на шестерочку И вот Подлагивает Поэтому Надо ли Покупать новый Айфон Надо Но При том Что у тебя Шестерка Это не самая Худшая модель У тебя Не SE У тебя Не 5S Ну в SE Железо Как в шестерке Насколько я понимаю А да Окей Поэтому Близиться К самому худшему Билайн написал Письмо Что типа Можешь SE Купить за 22 тысячи За сколько Да Видал Видал Что там еще И самое главное Новый iMac Pro Это просто Сервак В теле Богач В теле Этого Как там Помнишь Шутка-то была Не помню Богач В теле нищего Я прото нищий Или прото богач А Все я понял Да Богач В теле бедняка Короче говоря Сервер В теле Моноблока 5000 долларов США 10 ядерный процессор До 18 ядер Ахренеть Цена 5000 баксов От пяти Внимание От пяти Пять Подожди 5000 баксов Это на наши Это на На деревянные Это на наши 300 тысяч рублей Это же можно что купить Ну сервак И можно купить Супер микровский Или HP А эту Только без монитора А тут с монитором Четырку можно купить Четырку Можно даже Весту купить Можно Весту В маленькой комплектации Согласен Да И он Space Gray Чтобы подчеркнуть Так сказать Премиумность Он Включает Все Вот эти Magic Trackpad 2 Magic Mouse Pro Magic Keyboard Тоже Space Gray То есть Все аксессуары К нему тоже Темненькие Ну слушай Вот это Мелочи жизни Они конечно Приятные В нем Родион Родион Вега Это как NVIDIA Quadro То есть Не GeForce А уже более топовый Именно для Компьютинга Для вычислений А почему они NVIDIA Не поддерживают Был же момент Когда NVIDIA Не справилась С объемами И Apple Сказал Все До свидания Все Чуваки Я не могу Сейчас без матов Сказать Как они им сказали Капец вам Сказали они И вы Лишитесь бабок И вот просто Вот В мановение Пальца Тима Кука 4 терабайта SSD 128 гигов Памяти Оперативной Которая исправляет Автоисправление ошибок ECC Так называемый 10 гигабитный интернет 2 5К Дисплеев Одновременно Может держать Thunderbolt 3 порты 2 5К Экрана Ёккарный бабай Просто Захватывает дух На самом деле И Это все в декабре Только Вот только Только в декабрю Вот этот iMac Pro Но это сервак Короче просто Это сервак В теле моноблока И да Такое уже только Питеру Джексону Ставить В King Kong Я просто Я когда говорю Питер Джексон Мне сразу King Kong Вспоминается Или какого-нибудь Другого Питера Ладно Давай Что там еще iOS iOS 11 Очень много Про него Отдельных Под кусочков Под статей Я себе накатил Мне понравился Customizable Control Center Мне не понравилось Что на пятерку Нет 11 Ну да Это 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 Но когда-то Они должны были Уже Сделать Ну Прекратить поддержку Старых телефонов И вот на мою пятерку Уже Ну кстати говоря Я сегодня Открыл Настройки И там Было какое-то Последнее Ластецкое Обновление Я его накатил 10.4.5 Или что-то Да И все Это видимо По грусти Я уже По слезке Накатил И все То есть Теперь я Получается Не увижу Там Ну-ка Что там Вот в 11 Что самое главное В iOS 11 Да Самого главного В ней Нет Ну хорошо Самое главное 32-битные приложения Больше не поддерживаются Только 64-битные Получается Там Около 200 тысяч Приложений отвалилось Которые все еще Не оптимизировали По 64 Ну да Но давай будем Откровенным Эти около 200 тысяч Так никто уже И не скачивал Подожди Там было Flappy Bird А да Да Я не шучу Ты хочешь сказать Что там есть Какие-то Конкретные Конкретика Какая-то Ну я Я по крайней мере Видел Что Вилсаком Это написал А Вилсаком Кто-то репостил То есть я не считаю Вилсаком Друг у меня считает Друг вот так и читает И он уже ретвидел Конкретно Я сейчас смотрю Я открыл Именно ту заметку Которая Под заметочкой Что 32-бит Apps No longer supported In iOS 11 Ага И Если начинаешь Такое открывать Вот например 7MWC Что за приложение Я не знаю Ну давай не будем Уж про непопулярное Ну вот конкретно Здесь нет Вот именно в этой Заметке нет примеров Я смотрю Комментарии Старое приложение AppShopper Помнишь такое? Да ну понятно Но оно кстати Классное было Можно так сказать Да Мне даже от него Рассылка все еще приходит Иногда я от нее Не отписываюсь Просто вот да Ну ладно Окей Это они короче Убрали Все Никаких больше X32 Только X64 Да Никаких X86 Точнее Хотел тебя поправить Не стал Но ты сам исправился Нету больше поддержки Facebook и Twitter Помнишь В десятке Может быть даже в девятке Они ввели вот это вот Что Facebook и Twitter Он как бы в прошу встроен Ты туда вводишь Свои credentials И любое приложение Которое запрашивает Твой Twitter И если он у тебя Там заполнен Он такой А ты в AppSign Ну тогда давай я возьму Вот это они дропнули Охренеть Че это Война Они в iOS 8 В какой-то Функционал внедрили Типа связь между приложениями Я помню И вот они Через нее Говорят Делаете все таки То есть они так сказать Вернулись к своему старому К своей старой функционалисту Теперь через iMessages Можно кидать бабки Apple Pay To Apple Pay Видел Теперь в этих же Месседжах Есть бизнес чай Вот это говно какое-то Ну ладно Подожди ты бизнес чай Раз я уже Подожди ты говно точнее Я уже раз начал Об этом говорить Там Можно написать Типа Ну-ка Че там Ты Я твой бизнесмен И мы Нефть Давай продавай мне Деньги кидай через iMessage Ты Ты как компания UwebDesign Можешь создать свой Так сказать Аккаунт С галочкой Verified И тебе в него Могут писать Ну то есть Как в паблик Как в паблик Типа того Охренеть Можно Че Да слушай Думаешь сделать В iMessage Я слушай Не знаю с кем Надо переспать Чтоб тебе это сделали Возможно с самим Тимом Я думал это легко Я думал это каждый Бизнесмен может сделать Крутой Как мы Ну может быть Надо попробовать Клавиатура Клавиатура теперь Однопалечная Есть Как бы это ни звучало Можно слева Можно справа Чтобы более убористые Клавиши были В Siri теперь можно Впечатывать Вместо говорения Голосом Для Немых Естественно В Айпеде Можно Менять В Siri Так можно было Впечатывать Я даже не понимаю О чем ты говоришь Нет Именно сам вопрос Первый Задать Ты не мог Текстом Да Ты когда жал Siri Она такая Туп И типа Говори А теперь Ты можешь поставить Siri type in Такую гавочку В настройках И печатать В айпеде Теперь клавиши Вот Что ты понимал Вот на буковке F Например Есть сереньким Ampersand Ampersand Как там Я уже опять забыл Нас поправляли Ты можешь ее потянуть Вот так вниз И он не F Напечатает А Ampersand И тебе не придется Переключаться Так скажем С шифтом Только не с шифтом А вот с функциональным Дерьмом Ну знаешь Ты на циферки Переходишь Чтоб символы нажать Ну это как буква Е-е То есть Просто зажал Вот тут не зажал Тут именно потянул Там немножечко Другой experience А он тебе дрыгнул В ответочку Ну там как Знаешь Не надо Не говори мне про то Что что-то дрыгает В ответку Не знаю Не использовал Ну ты подожди Ну ладно А ее Как-то опять смешно Какие-то смешные Нововведения Customizable Control Center Это то Что мне взорвало Башню Конкретно Просто удобно Очень Вот это нижняя шторка Теперь В которой все Фонари А это получается У тебя Mac Это у тебя Mac Получается Почему Mac Ну в смысле Как на Macbook У тебя нижняя такая панелька Да На iPad Нет А ну Док на iPad Стал да Как в Mac Но я-то не про это Я про то что ты снизу Достаешь и фонарик Включаешь А Вот этот Control Center Теперь можно менять местами Все как ты хочешь Дашборд Получается да В смысле Получается как дашборд Ну я и говорю да Ты можешь себе там накидать Всякого говна Если ты какой-нибудь Допустим Boy Scout Ты там себе Фонарик Да у тебя там швейцарский Army Knife Я понял да И самое главное Туда виджеты Теперь сторонние Можно подсоединять Ну то есть Я тебя понял Билайн Ну билайн Я не могу представить У твиттера Ты можешь допустим Добавить кнопку Новый твит У билайна есть просто Я тебе говорю Нет у билайна есть Именно в уведомлительной Ну Это другой А там не будет еще Тут снизу Должно быть какой-то Control Что билайн Может включить Выключить например Ничего Ну интернет Ну да я согласен Это Есть Целлулар Data Это не привязанно К билайну Можно тоже Тут наконец-то Это добавили Просто отключить Сотовые данные И можно Местать Местать Менями Местать Менями Да Более жирный текст Еще везде Ага Ну и короче говоря Куча всякого Вот по поводу У тебя кук проскочило Немножко Куча Ну замечательные На самом деле Новинки iOS 11 Сейчас Подождите Это все конечно хорошо Но я хочу Просто еще одну вещь Сказать Которая Тебя сейчас порвет Башня Прямо здесь Прямо на столе На столе Обделаешься А ты кстати На столе Сейчас сидишь А дополненная Реальность С чем ты уже сказал Так вот Можно делать Захват экрана С айфона Теперь Ахренеть Можно записать Небольшой скринкастик Как ты в настройках Находишь Как отключить Там модем И наконец-то Отправить мамам Папам Сестрам Дядям Чтобы не приезжать К ним каждый раз И на айфоне У них это делать Там Или там Показывает Что-то Можно теперь Просто записать На своем А с помощью чего Это делается С помощью проги Или с помощью iOS 11 С помощью Metal 2 Смешно Но вообще нет В контрол-центре В шторке Есть кнопка Начать Screen Capture И И закончить С помощью чего С помощью Стройного Кодека Не Это понятно То есть И это просто будет Видеофайл Да Просто mp4 А звук А звук Я скринкаст Может быть хочу Сто пудово Он микрофон Будет писать В этот момент То есть Ну Как бы Музыка Если там включена В iTunes Еще музыка Ты хочешь Ее еще записать Ты на фоне Smooth Jazz Включил Сначала Оу Я Я плавно Включаю Настройки В твоих фото Кстати Есть же тема Что Siri Она не может Подслушивать Пока у тебя Музыка играет Слышал такую тему Не слышу Мне опять же Дюша рассказывал Вдруг он слушает Сейчас этот подкаст Ему понравится Ссылка Он говорит Что Если ты Siri Вот прямо сейчас В реал тайме Скажешь Siri не подслушивай То она включит музыку Рандомную Просто чтобы Типа Типа Вдруг ты там Занимаешься любовью Например А не войной Ну-ка Siri не подслушивай Так Не произошло Ничего Она просто Свернулась И самоуничтожилась Она закрылась Она закрылась И нету Может быть на iOS 11 Вообще Отключается Это хреновина Может быть Это новый Прикол В 11 iOS Короче Забейте Окей Я вас понял Что там Короче iOS 11 Это круто Пишите в комментариях Свою любимую фичу iOS 11 Высосанные с пальцем Прям вот Хуже же нельзя Ну да Что касается Железок Новых айфонов Не представили Сто пудово Сейчас будут Куски кода Находить Которые косвенно Нам говорят О железной Начинке Новых айфонов Тогда скажи мне Когда ждать Новые айфоны В сентябре Как всегда Это как бы Стандарт Дефакто Начиная с 2007 Который вернуть Когда оригинальные Все мое Ты получишь Только в сентябре Да Я тебя понял Айпеды новые Новый айпед про 10,5 дюймов И 12 И 9 Суперновые Экраны Под суперновыми Я говорю На 20% Larger Плюс На Где здесь Проценты На сколько-то Процентов Ярче Красочнее True Tone Наконец-то В нем есть Супер HDR Видео Саппорт Кроме этого Частота Обновления Кадров Теперь 120 Гц Очень плавно И это нужно Даже не столько Для того Чтобы смотреть IMAX Видео У себя здесь Ну то есть Те которые Записаны 60 кадров В секунду Там 120 кадров В секунду Чтобы плавно А в основном Для того Чтобы Apple Pencil Он очень четко Он же будет В два раза чаще Обновлять экран В два раза чаще Смотреть Что ты нажал Куда повел Из-за этого Будут более четкие Линии Более все Классное 20 миллисекунд Всего лишь Задержечка Между ними Новый Мега Супер Процессор Pro Limited А10X Который Жрет как самолет Но все равно 10 часов iPad Этот работает 12 ядерный Графический Процессор В новых Естественно Вот этих Да На 40% Более Быстрая графика Естественно Metal 2 Естественно VR AR Можете Наконец-то Наш подкаст Смотреть В полном Так сказать Это в прошке Именно Айпад Про Да А просто Обычно Айпад Его не обновили И он либо будет Деприкейтед Полностью Который 9,7 дюймов Которому Мы все Привыкли И останется Только Айпад Мини Айпад Про А мини Новые Делают Да Но их тоже Анонсировали То ли Недавно То ли В сентябре Я путаюсь Немного Я как бы Раньше Очень сильно За всем Этим Следил А теперь У меня появилась Жизнь И я как бы Мне уже некогда За всем этим Так следить Как это Происходило Раньше Только 64 гигабайта Минимум Теперь Нету никаких 16 Никаких 32 Стартовая цена 650 долларов Надо брать Розовый Обязательно Можно заказывать Уже сейчас На apple.ru 47 косарей Стартовая цена Блин Я вижу Следующую Железку Которую Мы будем Обсуждать И у меня Следующая Железка Это бомба Это просто Это Вот как ты говоришь Siri не слышит Когда музыку Включает Вот это хреновина Она слышит Когда ты музыку Включаешь Блин Вот это тоже странно Представляешь Ну ты действительно Решил там под музыку Чем-то позаниматься Плохим Например в туалете Посидеть Хотя бы Это плохое Кстати Это отвратительно И она тебя будет Слушать Что ты там делаешь И скажет Извините Александр У вас сегодня Плохой стул Я бы тебе ответил Как говорят наши Друзья американцы Gross Отвратительно Я вернусь Чуть назад к айпадам Новый чехол Добавили Ледер слив Кожаный рукав Как ты мог это не сказать Сразу Прям вот Я корю себя Не могу прям В ней держать Кожаный рукав Это знаешь Че Короче Отдельно Даже есть Эппл пенсил кейс Маленький рукавчик Для тех Кому Я понимаю Я тебя понимаю Нечего стесняться Нечего стесняться Но иногда Приходится Так 29 долларов Всего этот Маленький чехольчик И 129 за Айпад Непосредственно Ну он крутой Он как будто Ты блокнот туда Вкладываешь И потом знаешь Как в этом В дерьмовых чехлах До телефона Ты вот за такое Ушко Достаешь И он как будто Тебе его приподнимает В этом чехле Я не знаю Может быть здесь так же будет Я здесь правда Я тебе так скажу Короче Когда-то у Велсакома Еще давно Он любил Чехлы вот такие Полностью кармашек Засовываешь Вот ты вот Видимо от таких Выглядит прикольно Ну вроде так По ощущениям прикольно Но я уверен Что меня бы задолбало На третий раз Вытаскивать его Ну здесь Вот полностью кармашек Но с одной стороны Больше чем с другой Как Пола Ральф Лореновская Сзади выступает Вот настолько Ага Я думал тебе понравится Моя отсылка к Полу Согласен Я видишь Если бы я ходил В Ральф Лорене Ну да Помнишь у тебя Полосатый коричневый Было сзади Хотя оно просто Было длинное Ладно Не важно HomePod HomePod Дом Получается и дом И айпод Как бы Совмещаются Домашний под Да Как бы вам сказать Переизобрели Они домашнюю музыку На самом деле В лучших традициях Стивича В конце One more thing Я не знаю Я не смотрел Уже этот кусок Презентации В видео Пока Обязательно посмотрю Кроме шуток Вот именно эта презентация Мне кажется Знаковой Эппл возвращается В строй Как чуваки Которые взрывают мозг Майнбловинг Я даже не понял Что из этого Самое знаковое Тебе показалось Safari и Chrome Ну то есть Здесь все остальное Как обычно Хрень Ну блин Ну почему-то Именно эта хрень Зацепила Это Metal 2 До конца До конца Додавливать Че я не знаю Три новых Из Buzz Light Из истории Кручек Цеперблата Ой HomePod Получается Смотри По сути HomePod Это когда ты В 90-х На крузаке Приезжаешь домой А у тебя там Мус-центр стоит Да Только эта Круче любого Мус-центра Ну Мне батя говорит Она всего 16 сантиметров Ты представляешь Ну она маленькая Но она мощная Вообще 7 inches tall 7 inches Это 7 умножить на 2,5 Это 14 Плюс 3 с половиной Это 17,5 То есть не 16 Батя солгал Ну допустим Уже как минимум А8 процессор То есть там целый В колонке есть процессор Да А8 это Возможно в пятерке Такой Может быть в 5S Я не ориентировался Возможно даже у тебя В шестерке Давай кстати узнаем Давай кстати узнаем Это стоит того Согласен А8 чип Я смотрю 64-битный он уже И да Используется в смартфоне Apple iPhone 6 Вот То есть она умная Такая же Она настолько умная Ну а Смотри Смотри Получается Процессор Он задействует По сути Только Siri Да Там стопудово Какой-нибудь HomePod OS Или может быть Просто iOS Допустим Просто урезанное Да нельзя Чтобы меньше батареи Жрала Так И Кстати Йофил Шиллер Представлял Ну он пошел дальше Он прям В ней 7 Твиттеров То есть Высокочастотных Пищалок Я испугался Если честно Думал обычных Твиттеров Это да Это сильно 7 аккаунтов На одну колонку Это дохрена На каждой из этих 7 твиттеров Они пассивные По усилителю Так Там Саввуфер 4 дюймовый И Там 7 микрофонов Которые улавливают То что ты ему говоришь Со всех сторон Чтобы ты хоть спереди Хоть сзади От нее сказал Эй Сири Включи ко мне Smooth Jazz И он тебе взял И включил Ну подожди Мы же между нами Аудиофилами Ну Знаем Что Просто по физике Должны быть Большие колонки Чтобы они много Выдавали И большие микрофоны Чтобы они много 4 дюймовый Саввуфер Не выдавит Ниже 80 герц Нормально Даже 80 еще Пропыхтит Поэтому Либо Apple Переизобрела физику Либо Домашняя музыка Это у Фил Шиллера Говно какое-то Ну Где 12 дюймовый Саввуфер Согласись Согласись Если ты просто Обычный чувак Который знаешь Нарубает Smooth Jazz То тебе больше не надо По сути Да Да Тем более Ты же говорил про две колонки Ну-ка скажи Во-первых Да Давайте так Это умная колонка Так Ее умность заключается в том Что там смарт-спикеры Короче говоря Они смотрят В какой комнате находятся Насколько Они как летучие мыши Возможно отправляют ультразвук Слушают его сами Ну да Хотя нам очень четко В комментариях Как-то рассказали Чуваки Вот вы дебила 2 Как Говорит Вы Будете в рекламе Передавать ультразвук А ваш айфон Его будет ловить Если ни один современный Динамик ультразвук Не выдает И ни один современный Микрофон Его не принимает Дебила 2 Вот Вот здесь А как тогда в статье Это было написано Ну вот Мам Таких лохов Как мы Расширено Видимо Рассчитано Расширено Да В общем Они Смотрят Что за Окружение Их окружает Простите За тавтологию И в зависимости от этого И играют Короче говоря Они тебе делают Virtual Surround Полный Долбит Нормально Да Если 2 HomePod В комнате Они друг друга Видят По Bluetooth Возможно И Тоже в зависимости от этого По стерео Распределяют Что там левый играет Там правый И так далее Это умная колонка Она Не только Apple Music Включает в себя Но и Может тебе говорить Новости Сири Скажи мне Последние новости Месседжес Подкасты Акции Погода Напоминалки Будильники Таймеры Все что касается Спорта 350 долларов США Только в Десембере Будут доступны И Я согласен Это самое инновационное Что представили Как минимум Просто потому что Такого вообще не было Ну просто не было Конечно То есть была Amazon колонка Помнишь Мы с тобой обсуждали Ну что-то было Какая-то Да и убийцев было Понимаешь То есть они всегда Эти колонки делают Убийцев было просто А у Amazon тоже Разговаривающие А именно Мы с тобой тоже В этом подкасте обсуждали Было было Но тут пошли дальше Здесь две между собой Уже дружат Понимаешь Переизобрели домашнюю музыку Мама и папа Мне интересно Если я сейчас скажу Сири включи Smooth jazz А у меня его нет в библиотеке Что она сделает Просто в прямом эфире Она тебя обзовет Сири включи Smooth jazz Я уверен Что она Ничего тебе не говорит Только потому что У тебя iOS 11 Бета Ладно не говорит Что включит Мне интересно Она все еще думает А у тебя Wi-Fi-то там как Три палки Кстати о палках А ну я в самом начале Это когда палки А покажи мне кстати палки Блин Old school На ту и палки Прям вот как Как мы всегда привыкли Ну че Не включает Почему-то jazz Мне просто Ищет Ищет Среди Агата Кристи Просто включи jazz Оставлю Сири включи jazz Ловит идеально Но почему-то не реагирует Оставим ее В общем вот Хорошо воспроизводится Jazz Club Blues Исполнитель Various Artists Various Artists Пошли Забанят ли у нас сейчас подкаст Могут Могут Ну ладно Тогда не буду Тем не менее Включила да Она что-то Включила Да В общем Сири Она Кстати Вообще-то у нее Другой голос сделали В этой прошивке Но что-то она тебе не говорит Ну видимо русского нету Еще голоса в первой бете Вот и все И она типа более умно Уже отвечает Ну в общем В общем все Все классно И Ну Я не знаю Мы все сказали Про WWDC Получается все Ну если не все То поправьте нас в комментариях Как водится А мы дальше идем К организационному моменту Его нам представит Никита Да Поговорили про WWDC Надо пора и про свой сайт сказать Конкретно Uwebdesign.ru На нем вы можете найти Многое Не только просто Какие-то там Посты про Интересные ресурсы Например Там у нас очень много постов Просто про интересные ресурсы По CSS По JS Вообще по многим темам Книгульки мы выкладываем Книгульки Обратите на это пристальное внимание Мы очень много хороших Орайлевских И не только Орайлевских книг Выкладываем Свободный доступ Сугубо для ознакомления Разумеется Но вы можете Прям Вот последнее Я сегодня выложил UX strategy Мы здесь много с Никитой Говорим про UX А здесь вот прям 300 страниц чистейшего UX От Джейми Леви С конкретными примерами Из индустрии И вообще То есть ну Я не понимаю Почему вы все еще Не смотрите туда Не смотрите и не читаете Также на сайте Uwebdesign.ru Можно найти регистрацию справа То есть зарегистрироваться на сайте И тем самым Очень легко Оставлять нам темы Темы для следующего подкаста Вот например Для вот этого подкаста Который сегодня Оставили столько тем Что мы еле-еле разгребли И сделали еще И для следующего подкаста Много тем уже Оно и понятно Мы две недели не выходили Две недели копились Эти темы вместо одной Ну да На самом деле На выпуск номер 129 Уже тоже почти все темы есть Если вдруг Ничего не произойдет В мире По гильдии Этой По разгильдии магов Наступила неделя Там чего-нибудь Ни хрена не произошло Вот даже если На этот случай У нас уже запаканы Все темы На следующую неделю Это не повод Вам не предлагать Вы предлагаете Конечно Мы только лучшее будем Сквозь наше бюрократическое сито Просеивать ваши темы Да И оставлять только Самые лучшие Естественно у нас есть Естественно у нас есть Evobesign.ru Slash donate Страница с поддержкой Можете поддержать наш проект Любыми способами Там всякие платежные системы И вы понимаете Что делать Я хочу Никита тебе сказать Что Ну я тебе это уже говорил Но я скажу еще раз Что Есть люди Которые нас просто Регулярно поддерживают Как зарплата Нам приходит Донат Причем крупный донат Больше тысячи рублей Это точно одни и те же люди Это один и тот же человек Он просто в Paypal это скидывает И Ну там уже умудренный опыт Там человек То есть там слова Деньги не мальчика Но мужа нам приходят И Это меня наталкивает На то Что все-таки нам надо Сделать Patreon Наверное для таких людей Просто чтобы Хотя бы ему Минимизировать Количество кликов Которые он делает Потому что так он каждый раз Реально заходит в Paypal И нам скидывает бабки А так Вот Нет Окей У нас есть еще Телеграм Телеграм Не только чат Кстати говоря Чат очень такой Интересный Своеобразный Чтобы в него добавиться Надо написать В вебсайне Там же в Телеграме Да Пишите в Телеграме Там же человек 232 мембера Да Да И еще у нас есть канал Который просто Выпуливает новости Да Там новости Все самые Так сказать Актуальные Я вот Пытаюсь Как-то вот Хочется мне саму Даже для себя понять Раньше Раньше Все Так скажем Breaking news Были только в Твиттере То есть там Типа там Аааа Там мы заболели Ничего сегодня не будет С какого-то момента Стали люди говорить Что давайте еще на ВК Пожалуйста Прям вот не впадло И я сегодня Вот уже на ВК Запастил Что сегодня там Пишем подкаст Там не забывайте Предлагать и так далее Возможно на канале В Телеграме Тоже такие новости Появятся Поэтому не пугайтесь Если вы подписываетесь Только на Там не дубляж сайта То есть всех ссылок На CSS и JS Там нет Там только все Что касается нашего контента Непосредственно Где Никита и Саня А как подожди А как ты Я думал там Постится все с ВК Нет я вручную Еще и туда пощу А да Это все вручную Делается к сожалению Бедный Бедный Правильно тебе Мужик там закидывает Короче говоря У нас еще есть стикеры В том же паблике О котором мы сказали В vk.com Slash uwebdesign Есть стикеры Два стикера Один uvdgain Снавсный И один uwebdesign Снавсный Если вам интересно То там Нажимайте на пулечку Заходите Да там сразу Витрина товаров Да че мы каждый раз Как для даун Ну слушай А вдруг опять люди Которые первый раз Нас смотрят Как ты говоришь А че они в ВК Не умеют пользоваться Слушай И такие наверное бывают Да ладно Про это поговорили А то мы про это Как про WDC Хотя это же наше По идее Мы и должны про это Как про WDC Правильно Я помню Знаешь Когда-то давно Когда мы переписывались С Zorox А были такие времена Да-да-да Я понял про что ты хочешь Он нам говорил Пацаны Блин У вас Классный подкаст Вы молодцы Я от вас детей хочу Но вот как-то вы слишком Много себя пиарите Прям вот каждую дырку Пытаетесь сказать А кстати у нас есть Твиттер Кстати у нас есть Та-та-та-та-та И на самом деле Если переслушать Те подкасты Говорим мы про это Ровно столько же Но сейчас подкаст Два с х Часа А тогда подкаст был Сорок минут Из этих сорока Двадцать мы говорили Про себя Поэтому Возможно он Ну не лишено Не лишены смысл Были его замечания В тот момент Особенно его замечания Про то что он хочет детей От нас Да Это прям Это классно Окей До сих пор это всем рассказываю По-моему дизайн начался По-моему да Прям мы в него ворвались Незаметно для себя И первая тема у нас С сайта AppQs Подсказочки приложений Приложенные подсказочки А Нет Черт Клю Подсказка А Q Это биток В бильярде Белый Не знаю Что здесь имеется ввиду AppQs Нам Ту Магнин Есть вот такой чувак Ту Магнин Ю Я не знаю Он написал статью Как Facebook, Twitter и LinkedIn Используют всплывающие подсказки Чтобы показывать О своих новых фичах Классное исследование Мне понравилось Так Он нам говорит о том Что Давайте вспомним Прошлой весной Весной-зимой Facebook Сделало такое Крупное изменение Которое прям вехой явилось Они кнопку лайк Улучшили И добавили в нее Шесть разных эмоций Помнишь, да? Просто лайк Сердечко love Ха-ха Вау Возмутительно И грустно Я Если что-то вот отмечаю Я в основном Всегда так и отмечаю То есть я Прям выбираю Какую-то эмоцию Да Согласен Я тоже Ну раз они это уже сделали Я этим пользуюсь Ну давай так Такая стратегия Смотри Ты видишь пост Тебе достаточно знакомого чувака Здесь важен пол еще Допустим мужика Ну И он там что-нибудь прикольное Запостил ты ему ха-ха Без проблем Или какой-нибудь там Ну какой-нибудь со слезкой Угу Но Но Наверняка Если ты видишь пост Допустим какой-нибудь девушки То ты будешь Блин Че ставить Блин Че ставить Можно как бы Или нейтрально поставить лайк Обычный палец вверх Это же достаточно нейтральное дерьмо Угу Либо такой Хм Может быть ха-ха Но ха-ха это Ха-ха Как ты думаешь Это что-то большее Чем просто палец вверх Сто пудо Это прям ты закидываешь башку По столу бьешь от А не дай бог сердечко поставишь ей Ой Это серьезно Это заявка будет Ну видишь Это твои вот Проблемы свободного человека Че поставить Согласен Мне поскольку похрену Я бы как буду чувствовать Так и поставить Я возмутительный А ты ставишь всегда angry Angry Ладно Хорошо Возмутительным Так вот Поэтому Когда они эту фичу Только представили Была синяя такая подсказочка Типа Вау Новинка Отреагируя на этот пост Как-нибудь там Вот че-нибудь Ну тултипчик был Был тултипчик Да И Мы если будем Автор нам говорит Что это круто Это очень простое Решение Для того Чтобы привлечь внимание Причем Можно как воспользоваться Тултипом То есть Ну там написано Наведите на лайк И увидите все реакции В данном случае В случае с телефоном Надо долго зажать лайк И слайдом Не отрывая палец Выбрать ту реакцию Которая тебя устраивает Но можно спокойно Крестиком это закрыть И пройти дальше По Филу Шиллеру Угу Дальше Что еще нам делает Фейсбук Ну он говорит Вы можете скачать Все альбомы Себе Нажмите на шестереночку Чтобы начать Все Окей Ты либо ознакомливаешься С этим тултипом И делаешь шестереночку Либо просто говоришь Окей И забываешь про это Нахрен Тебе про фичу Сказали Следующее Вы можете добавлять Видео к контент К комментарию Жмешь на Камерку Либо на крестик Холи щит Что реально Вот еще Вау Добавляй стикеры И все Можно теперь добавлять Стикеры Ты жмешь Они простые Элегантные И они прям Привлекают наше внимание Туда куда должны Даже нечего больше сказать По автору И я с ним на самом деле Согласен Если мы будем Говорить свое мнение Тултипа на фейсбуке Это просто Pure gold Это охренеть Как круто Давай посмотрим дальше Я как бы фейсбук То фейсбуком Но Дальше идет твиттер На Что касается твиттера Они тоже недавно Внедрили Фичу Я кстати не знал Если бы не эта статья Я бы даже и не знал Про нее Видимо я этот тултип Как-то пропустил А что ты гифки Не знал как постить Нет Охренеть Я видел что ты Несколько раз постел Но я думал ты искал Гугли Прикреплял А можно и так и так То есть Там проще Но понимаешь Там Я не знаю откуда Они этот список Берут гифок Gifi.com В телеграме оттуда же Ну вот Я просто сравнивал А окей Тогда ладно Хотя Что ладно Я не знаю На этой гифе Там тоже не все гифки мира Не все Там нету Всех 18 плюс гифок Например Да кстати Кстати Я почему вообще узнал Что это с гификом Я искал 18 плюс гифку Это правильно Потому что как бы Несвободный человек Я тебя понял Слушай Может быть мы будем На твиттере И веб дизайна Постить гифки 18 плюс Как ты считаешь Это нормальная тема будет Я прям сейчас это сделаю Потому что я же их нашел Уже Я наткнулся на гификом И с удивлением Обнаружил что его выдача Полностью соответствует Телеграммной выдаче гифок Ну обычный лайфхак Ты можешь загрузить Свою гифку И это нужно жать Не на гиф А на фоточку просто Да Это я делал Это ты знал Потому что я тоже Постил туда гифку Но я-то именно Вот топорным способом Это делал Так вот У твиттера Был сначала вообще Полностью сплэш скрин О том что гифка А после этого Уже вот маленький Тултипчик синенький Тоже изящное решение Дальше Моуменс У тебя в ленте Кто-нибудь использует Моуменс? Нет У меня Apple Insider Но я когда их жму Я знаешь Я боюсь Честно тебе сказать По-моему эти Моуменсы Неправильно работают Они работают Иногда они выстраиваются Не по дате Например Так они выстраиваются Так как Автор захотел А да? Как он переставил В таком порядке он сделал В таком и будет Конечно Могут не по дате быть Да А вот Apple Insider Это делает И там просто Что сегодня случилось В мире Apple И момент там 5 июня 17 Ничего 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 И там 5 твитов Просто там То, сё Это Ну не знаю Особенно с учетом того Что это у меня еще Возможно вы не видели А кстати посмотрите Кто что лайкал Вот во всем этом алгоритме В одобеснующем Сабушующем море Я короче Подблевываю Маленечко От этих моментов И так Apple Insider Твитит 30-40 тысяч твитов В час Еще они это В моменты Заворачивают Чтобы я эти 30-40 тысяч твитов В час Заново видел Согласен Противно Моменты Хороши От реальных людей От real people Никогда Аккаунт YouWebDesign Будет заворачивать Свои три этих И еще раз Конверсию увеличить Чтобы все таки Перешли на сайт А вот когда Это обычный чувак И он такой Говорит Вот Что Или девушка Вот набор Там 18 плюс гифок Короче И просто Пять твитов Кучу соберет И все Да Вот это охрененно Вот это моменты Были бы Вот А тут вот Президент Обама Opens up About his successor Ну и тут Естественно На Трампа Засирает Обама часам уже Красавица Но говорит Есть минус у Твиттера У него эти Тултипы Раз семь Навязчиво Показываются Я говорит Уже Моумент сделал А мне все равно Тултип показывает Не замечал Я Я говорю Я про гифки Даже не знал Я как-то Просрал один Тултип А ему Семь раз Навязчиво У него Он видимо Или кэш Не сбросил Или я не знаю Там Че он Не сбросил Шкуру Короче Ему понравилось В фейсбуке Но не совсем Понравилось В твиттере Да Хотя Синенький Он отметил Что прикольно Дальше Линкт ин И там вообще Швах То есть здесь В порядке Ухудшения Идут User experience Тултипов Вот Линкт ин Типа Подпишись И получи Новости от компании Окей Белый Тултип В серой Рамке Хорошо Хоть не в черной Следующий Их Слайдшер Приложение Белый Тултип Знаешь Выглядит Как фаундейшновое Дерьмо Обычное Сверстанное Особенно С такой Синий Кнопкой Да Особенно Вот с этим Синим Конкретным Опять же Вот здесь Clipboards Там Got it Крестик Все Уже Не консистенции Ни хрена Ну ладно Допустим Слайдшер Это их Отдельный Ап И они Все еще Общий Стайл Гайд Для них Не сделали Следующее На их Главной Внизу Оп И синий Тултип Keep in touch Is easier Опять же Got it Крестик Полная Нахрен Мать твою Не консистенции И это Его бесит Абсолютно И после этого Ты не понимаешь Какие тултипы Тебе реально Навязывает Linkedin А может быть Тут уже Какая-то Рекламная Сеть Ну короче Ты их Перестаешь Воспринимать Всерьез Из-за того Что они Все конкретно Разные И поэтому Вот так Девать уже Не надо Или это Amiga Браузер Твой Вот Да Обновиться Просит С помощью Обновления .mp4.exe В общем Нужно С умом Относиться К этим Тултипам Но вообще Да Ну здесь Он пишет Что Новые фичи Но не более То есть Знаешь Очень часто Бывают Trips Когда тебе 7 тултипов Подряд Надо прощелкать Типа А сейчас Мы вам покажем Как в нашем Супер новом Приложении Добавлять друзей Шаг Один Из четырех Тебе показывают Вот тут вот Нажать Поиск Окей Хоп Все затемняется Другое Подсоединяется Два из четырех Так называемая Маска появляется Да Вот это Bad experience Почему Ну это Говорит Уже навязчиво Уже опять же Не воспринимается Серьезно А сейчас опять Тур Вот я их все пропускаю Меня не бесит Просто Ну я Реально Я вот Из десяти таких Туров Я смотрю один Когда мне реально Надо Когда я даже Иногда нахожу В настройках И включаю Кнопку Начать тур Заново Потому что Я уже реально Хочу узнать Как найти друзей Окей Так вот Ну то есть Поэтому Если говорить Про тултипы Less is more Не надо Переусердствовать Темный бэкграунд Хорошо выделяется На белом То есть Если белый фон Делайте Тултип Не белый Это правильно Keep it consistent Делайте их все Одинаково Ну вот Все правильно Сказал Я как Читатель Как Интерпретатор Этой статьи Полностью поддерживаю Автора А у меня Знаешь что У меня такое Немножко Закрадывается Ну не закрадывается Ну так скажем Вот он описал Три экспириенса Да Фейсбучный Твиттерный И линкедина Да я согласен Линкедин кал И в принципе Он и как сеть Выглядит Не очень вызывающе Хорошо И вообще Вот Окей Твиттер Там понятно Семь раз Отмерить Один раз Сотрешь Кстати Он здесь писал Я не озвучил Возможно Они не зря Это сделали Потому что Здесь даже Новость приложена Мы же знаем Что твиттер Типа не лучшие Времена переживает И возможно Им реально Надо быть навязчивыми Чтобы сильно Увеличить Там конверсии И так далее Он типа Пытается Проанализировать Что возможно Это не бака Фича Хотя фича Конечно такая Странная Но по поводу Фейсбука Для меня Конкретно То есть Из-за того что Наверное Я не пользователь Фейсбука Ну на 100% Так скажем Для меня Фейсбук Он как бы Враждебная Такая Организация Не организация А как сказать То есть Такая как бы Я туда пришел На эту площадку И я знаю Что Фейсбук Он любит Везде много рекламы Фейсбук Это его тема Очень много рекламы Да И они в принципе На этом и держатся Что у них просто Огромное количество Рекламы в Фейсбуке И для меня Вот все вот эти Кучи блоков Которые находятся На Фейсбуке Они еще все такие Фейсбук Он весь в стиле Такого 90-х Сделан И везде какие-то блоки И здесь еще есть Какой-то блок Каждый раз появляется Какой-то тул тип И я Просто в забытие Как Не знаю Как Иллидан С закрытыми глазами Полностью вот так В повязке Я бегу Закрываю все тул типы Вот так вот И они больше никогда Мне не появятся Потому что это Фейсбук И он один раз всего появляется На вот этом экспириенсе Вот Но тем не менее Я никогда и не узнаю Я скорее всего все это закрою Нахрен Но наверняка люди Которые пользуются На постоянке Фейсбуком Которые он Дейли бейсис Это делают Я думаю у них уже Конечно да Для них это прям классно Мне интересно Одноклассники делают Такие тул типы Послушайте Григория Лепса Например Мне неинтересно Ладно окей Круто Что дальше А дальше кстати моя тема Гугл эмоджи 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 Под блог медиума Гугл дизайн называется И отдельные пользователи Гугл эмоджи Возможно один человек Под разными логинится Но надо сказать Что гугл эмоджи Это Главные Это чуваки Которые официальные То есть это не просто Написал какой-нибудь там Кто-нибудь там А это официальный Как бы аккаунт Гугл эмоджи То есть люди Которые занимаются Эмоджи Кому еще нужно будет Прикидываться Гугл эмоджи Идиоту Короче Они значит Что пишут Что вот Типа Мы все знаем Огромная история Большая У эмоджи Вообще в принципе Они давно появились Юникод Придумали Внедрять Бла-бла-бла Мы всеми Мы уже давно Пользуемся И это практически Мы уже не представляем Общение в интернете Без эмоджи И типа Уже больше 20 тысяч Эмоджи Characters Есть Я думаю 20 тысяч Именно Не 20 тысяч Две тысячи Тогда да Две тысячи Более Но Мы Как чуваки Которые Работают в Гугле Пришли к выводу Что Все вот эти Эмоджи Которые мы придумали Которые мы нарисовали Они Не все Консистенси И более того Многие из них Просто На самом деле Разных стилей Потому что Некоторые Очень давно Были введены Какие-то эмоджи То есть Если допустим Обычные бошки Головы по бате Так Вот Есть какие-то Сложные профессии Например Которые недавно Введены были Там какие-то ЛГБТ Любимые наши Эмоджи Вот такие Эмоджи Более качественно Введены недавно И они нарисованы Красивее Ну да Уже Неконсистенси Некая Неконсистенси Поэтому Они перелопатили Все Овер 2000 Эмоджи Я не шучу И даже нарисовали Некоторые новые Только для того Чтобы сделать Абсолютно Новый Экспириенс С Эмоджи Это просто Они пошли дальше Представляешь Нужно было Ночами Рисовать Вот эти маленькие Письки Наверняка Конечно Большими Да В иллюстраторе Потом Делали меньше Но тем не менее Смотри Смотри Я тебе Сразу Хочу предложить Чтобы ты Проскролил Там где Головы Зверей Изменяются И там It was time for a change Он говорит Сам Пейсатель Видишь И там Короче Гифочка есть Там головы Зверей Короче Он показывает Как раньше Была неконсистенси Все была Разная обводка Обратите внимание И как сделано Сейчас Такие аккуратные Зверики Стало просто круть Я согласен с тобой Прямо Консистенси Консистенси Вот Давай чуть-чуть Дальше пойдем Они сказали еще Что мы Изобрели Новую тему С цветами То есть Ну как изобрели То есть Придумали Чтобы консистенси Было еще более консистенси Опираться на цвета То есть Все эмодзи Это какая-то эмоция Правильно Мы сделаем так Чтобы наши эмодзи Они соответствовали цвету Например Если Этот цвет Там Красный Это обязательно Какая-то там Angry Это обязательно злость Если это Может даже промотать Опять же Там есть цвета Если Такой градиентик С желтого На синий На голубой То это Несчастливый Несчастливый эмодзи Несчастливая эмоция Если Такой обычный Желтенький Градиент То это Ну такая Нейтральная эмоция Какая-то Если Просто голубой Опять же Такой Голубо-зеленый Может быть Ну да Зеленый серый Да Это сек Больной Больной Вот Это их прикол То есть Цвета они добавили Что еще они добавили Для узнаваемости Новых эмодзи Обводочку Они очень долго играли с обводочкой По-всякому Примеряли там Материал дизайн Не материал дизайн Как сделать Что туда-сюда И вот выбрали Очень классную Такую обводку Которую мы видим Которую в новых животных Она прям Очень сочная Такая И Самое главное Выделяющаяся Вот Поиграли с обводочкой Градиенты Тут описаны И добавили еще 69 новых эмодзи Я не знаю С чем число 69 связано Но тем не менее В новом Android O Вот этом вот Кто знает Кто пользуется Оно будет И Бетка Которая По-моему Уже вышла 17 мая У кого там Android O Может попробовать Уже пожмякать Эти новые эмодзи Кстати говоря Еще Как один из аргументов Сделать новые 2000 Овер 2000 Эмодзи нарисовать Google сказали Что Мы же знаем Что у iOS Есть уже Свои эмодзи И ну как бы знаем Представляешь Нифига себе Прикол Да Проснулись Блин У iOS же новые эмодзи Там по-моему Microsoft Или еще у кого-то Короче Они сделали так Чтобы они не сильно Отличались Так скажем То есть они еще И закосили немножко Под iOS эмодзи Чтобы знаешь Чуваки Не конфьюзились А посмотри Кстати вот эти Новые 69 Там не 69 Но несколько Там во-первых Есть Кормление грудью Обязательно Обязательно Есть ежик Очень милый Есть вампирчик Не менее милый Чем ежик Есть зомби-телка Да Есть Зеленая зомби-телка Да Есть мусульманская женщина В В традиционном наряде Есть какой-то взрыв головы Просто Миндбловинг Есть Вот Поэтому Молодцы Это слушатель Нашего сегодняшнего подкаста Согласен Вот так вот работают Пацаны в гугле Это вы там сидите Они 2000 Новых эмодзи Перерисовали Охренеть Ну все Дальше кстати Одна из громких тем Тоже из дизайна 17 мая Это там что написано было Я кстати заметил Что у нас Из светских новостей Раньше эмодзи Были в светских новостях А теперь у нас Это считается за дизайн Мы сейчас уже Перешли в новую Плоскость Мы потому что Во-первых Опять же Пошли дальше А во-вторых Мы просто Глубже уже В этой Углубляемся Следующая статья Билл Парди Нам некий Ее предлагает Я просто хочу сказать Немножко раскрыть Карты У нас в слайке У нас в слайке Я вам сейчас скажу Как называется тема Короче Есть вот такая группа Ляпи с Турбицкой Была Сейчас она просто Турбицкой называется Ну там все Кроме Михалка Михалок Брутто сделал Ну да И вот у них была песня Может быть кто знает Не быть скотом Называется Вот она у нас называется Не быть датадривен Да Именно эта тема Так называется Меня здесь донимает Я пошурудил Немножечко на телефоне Пока ты говорил С iCloud И у меня теперь Мне ноутбук Периодически Присылает уведомление Что вдруг У тебя с iCloud Проблема Круто Лошара я Короче Хочешь быть креативным Не смотри на Big Data И просто на Data Если угодно Говорит нам Билл Ну как бы Датадривен Не будь Таким Влекомым Не будь Человеком На которого Влияют Данные Да Да И Вот Цитата Нет никакой Никакой ценности У любого Куска информации Потому что Вся информация Сама по себе Бессмысленна Почему? Ну потому что Информация Не говорит тебе О том Что нужно сделать То есть информация Не дает никаких Инструкций Она просто Информация И все И О чем здесь Он На самом деле Пытается нам Здесь очень Витиевато Рассказывать о том Что типа Вот Вы Если дизайнер Или инженер И так далее Очень много Слышите про Big Data Например И На самом деле Информация Которую мы Получаем Не факт Что она Отражает Объективную Реальность То есть Если 15 Каких-то Упырей Там Как-то Повели себя В вашем Приложении Это вообще Не гарантирует Ни хрена Не то Что 15 Других Упырей Себя Также Поведут А если 15 Миллионов Упырей Не важно Понимаешь Он пытается Нам сказать Что даже Эти 15 Миллионов Завтра Уже Могут Вообще По-другому Здесь Сделать Окей То есть Он Считает Что Никогда Data Не будет Complete Никогда Ты не получишь Полный Массив Данных Который Можно Прямо Скать Ну Слушай Вот Все По 2017 Году Можно Вот Прямо Четко Судить Что Все Было Именно Так Никогда Ты Полные Картины Мира Не получишь Потому Что Вот Сколько Быет Вы информацию Не получали Ничего Не Проясняется Ну Как Слушай Это Как А как Анализ А как Знаешь На биржах Играют Узнают Или Это Конкретно Дизайновая Тема Ну Вот Давай Будем Сейчас Смотреть В принципе Информация Она Не относится К реальности Почему Вот Строка Видишь Да Пропущены Буквы Немножечко Интервалы Разные У этих Букв И говорит Вот Вы Читаете Допустим What Are You Reading Now Кстати Я Не Это Читал Когда Уже Вот Непосредственно Я Какой Нибудь What Are You Eating Now А Вот Я Eating А Подожди А Эринг Что такое Есть Такое Эринг Это Что-то С бабками Нет Сережка Что ты Сережишь Сейчас Да Hearing Может быть Слышишь Слушаешь Ну Вот Да Колосица Слушай Эринг Это Колосица А Сережка Это Есть Я Хрен Ухо Ear Это Как бы Earring Колошение Давать Початки Еще Ладно Окей Хорошо И Мы Поняли Определенную Информацию What are you Reading Now Несмотря на то Что ни одного Даже английского Слова Здесь нет Эта информация Ничего не несет Мы ее все Интерпретируем Типа По-разному Потому что Если бы я сидел В ресторане То я бы Прочитал What are you Eating Now Вот как я Например Хотя я не Сижу в ресторане И так далее Все Очень Имеет Контекст Что Individual То есть Индивидуалки Челябинска Что они делают В тот момент Когда вашу информацию Воспринимают Поэтому Любые выводы Нужно делать Исходя из Истории И контекста Но Но Никогда Не понятно Какая история И контекст Потому что Оно у всех свое Об этом он будет Говорить дальше Вот допустим Мы ориентируемся На какую-то Прото-личность На какой-то Лирического героя Например Линда Линда девушка 31 года рождения Она не замужем Умная У нее У нее три кошки Она У нее диплом магистра По философии Ее прям сильно Заботят Вопросы Дискриминации Социальной справедливости Она студент И участвует В митингах Против Атомной энергии Ну это и понятно 32 года 31 Ты как-то ее состарил Ну неважно Допустим Мы представили себе Какого-то конкретного человека Типа И вот допустим У нас вопрос А как себя Линда поведет В каком-нибудь Конкретном сценарии Два варианта Линда Пользователь банка Линда Пользователь банка И так же Она активна В защите прав Женщин 80% Что вы подумаете На вариант номер 2 Но говорит Это же Ни хрена Вообще не факт Часть Во-первых Ну Объясню Вот гуманитарии Проходят Не мат логику В институтах Они проходят Аристотелевую логику Так Согласно Аристотелевой логике Первое Не противоречит Второму То есть первое Включено Во второе Ну да Но не факт вообще Что Линда Даже и во второе Это включено Она может быть Включена в первое Но не попадать Во второе То есть первое Оно внахлёст Со вторым Это круги Эйлера Да Это круги Эйлера Если угодно Причем Чуть по-другому Называется У Аристотеля Но неважно Круги Аристотеля Он в честь тебя назвал Причем Ну Это проходит В курсе Аристотелевой логики Но появилось Это как раз На рубеже Тысяча шестисотых И тысяча семисотых Какие это века Получается С семнадцатого И восемнадцатого Так вот Я это к чему К тому что Допустим Если у нас Есть несколько Так скажем Посылок А это так называется В логике Что типа там Людей Наказывают Люди несут Уголовную ответственность За дачу взятки Да Петр Не брал взятку Из этого Не следует Что Петр Не несет Никакой уголовной ответственности Потому что Петр мог убить Десятерых И он понесет Уголовную ответственность Хотя взятку Он не давал Вот здесь То же самое Всегда Можно найти Эджи Кейсис То есть Крайние случаи Которые Не впишутся Ни в одну Из наших статистик Которые мы Собираем Собираем В Яндекс Метрике И вот допустим Там Пятнадцать человек Сегодня зашло Там по такой-то ссылке Не пятнадцать Сто пятьдесят Угу И мы такие Ага Это был обед Значит скорее всего Там статьи Про джаваскрипт Читают после обеда Ни хрена Это не факт вообще Это сто пятьдесят Случайных человек Которые абсолютно Случайно могли Сейчас зайти И ты Ты не можешь Забожиться полностью Что это реально Сто пятьдесят Стандартных людей Именно после обеда Именно про джаваскрипт Почитать решили Может быть Гугл логаритм Так сработал Что именно Вот эта статья На короткие Там пять секунд Была в топе Выдачи И на нее просто Перешли Не ну ты знаешь Это как бы Смотря какую-то Гипотезу Задаешь Ты можешь вообще Самый бред придумать То есть это Зависит от того Что ты как бы Спрашиваешь Ты хочешь как бы Проанализировать что-то Ты можешь вообще Себе придумать Это зашли Сто пятьдесят человек Потому что у них Жопа зачесалась Вот да Но ты не это Имеешь ввиду Допустим Ты хочешь узнать Почему именно Сто пятьдесят Именно в обед Именно про джаваскрипт А ответ будет Реально У сто пятидесяти Зачесалась жопа Ну допустим И это никак Не проясняет Вообще ни хрена Типа По его мнению Ну окей И почему Так происходит Вот допустим Задачка У нас есть Коробок спичек Коробка С кнопками И свеча Как приделать Свечу к пробковой доске Так чтобы воск Не накапал на пол Подожди У нас есть свечка Ну там есть картинка Ты можешь У нас есть хреновина Которая на стене Мы должны к стене Приделать так Свечку Чтобы она не капала Да Зажженная Да А и у нас еще есть Кнопки Кнопки и спички Ну Подставить коробку Под нее Чтобы она капала В коробку Ну а прикрепить как? А прикрепить Поджечь Как обычно Низ Под Под детям Низ Поджечь У свечечки И он горяченький Будет И просто прикрепить Так вот Эта классическая Загадка Называется Dunker's Candle Problem Ну-ка И суть ее в чем? В том что Все пытаются На кнопки Приделать Свечку Ну смотри Я не пытался Я гений Ты гений А как надо Реально? Надо кнопками Приделать коробку Из-под кнопок Туда поставить Просто свечку И все И пусть капает В этой же коробке А как ты коробку? А как она будет Все равно А я тебя понял Я тебя понял Как лоточек Как лоточек Там есть решение? Да там есть решение Так нет Стена-то твою мать Я-то думал к стене А ну все Я понял как Да как лоточек Как кормушку А я хотел знаешь Как на пол поставить Хреновину А надо Ну Она будет издалека Падать А там Там не пол А стол Типа того Знаешь И надо чтобы на стол Не капало Окей Окей Ну короче говоря В чем проблема Когнитивный диссонанс В том Что ты привык Тебе сказали Свечку прикрепить К стене Вот ты ее И будешь пытаться Кнопками прикрепить Ты никогда Не мыслишь Обычно Какими-то Понятиями Которыми Ну вот допустим У меня Пять поколений До тебя Ковало Именно Из Стали Так И на самом деле Ты не задумываясь Будешь ковать Из стали Хотя тебе Десять соседей Уже говорят Ты слушай друг Ты громко Куешь Хватит Куать Ты добавь В сталь Углерода Чуть-чуть И двумя Слоями Ее сделай И будет Прям у тебя Булат Но нет Ты будешь Просто Ковать Сталь Потому что У тебя Мозг Экономит Энергию И не предлагает Других решений Ты сильно В метафоре Я понимаю Вопрос в этом В том Что чувак Говорит Что когда Мы что-то Анализируем Мы дополнительно Вот эту гипотезу Окрашиваем Своим опытом Тупорылым Которым не надо Окрашивать Походу И он говорит о том Что опыт У всех свой И поэтому Сколько интерпретаторов Столько интерпретаций И ни одна из них На самом деле Может быть Не быть истиной Может быть 150 человек В обед Зашло Вот просто Как-нибудь Ну неважно Кто-то один Случайно Расшарил Этот твит Как-нибудь И ты это не увидишь Ни в жизни Погоди Смотри Окей Давай еще раз По порядку Смотри У нас зашло 150 чуваков Вот несколько стадий У нас есть Зашло 150 чуваков Или 150 миллионов чуваков И мы знаем Допустим Что они зашли И отвалились Короче И все И больше на сайте Больше чем Одна секунда Не находились По сути Бигдейта нам дает то Что мы знаем Что они отвалились Да Но Бигдейта нам не говорит Из-за чего они отвалились Так скажем Потому что жопа зачесалась Ни-за чего не зашли Ни-за чего они потом отвалились Не вообще загрузился Ли у них сайт То есть По сути Это и будет работа Так скажем Аналитика Который поймет Почему Правильно? Да Но здесь он как бы Говорит о том Что сколько аналитиков Столько и понятий И возможно Ни одной из них Не будет истинным А как А можно как-то сделать Или никак Все Он ничего не предлагает Он просто говорит о том Что надо экспериментировать И просто пробовать Что надо выполнять AB-тестирование Не на основе Данных А просто на основе Того Как тебе кажется Гениально Просто что Вот делай Пробуй И смотри Вот просто У тебя больше денег В кошельке появляется Или нет Это значит такое Wild Проектирование Но он Он на полном серьезе Ну он Не говорит о том Что вообще не нужно Полагаться на данные Но не нужно Прям вот Раз Стало больше Заходить в обед Значит надо Постить в обед Да это совпадение Которое вот только Два раза повторится А потом уже нет А ты уже там Все передвинул на обед Условно говоря И Здесь он пишет Экспериментируйте С разным Экспериментирование Это составляет Много открытых возможностей То есть ты когда Экспериментируешь Ты всегда говоришь Это я сейчас вот Попробуем так Но не то что Ты все переделываешь Производство там На такой-то станок И делаешь ва-банк Нет Ты просто экспериментируешь Пробуешь и так далее Второе Задавай вопросы ко всему И здесь я почему Когда эту тему вообще вспомнил Восхищался Потому что я вспомнил Как меня отправляли На кружок ТРИЗа Теория решения Изобретательских задач И там нам все время Примерно так и говорили Что Think out of the box Прямо на чистом английском Говорили они мне Что чувак Ты не зашоривайся Вот есть у тебя решение Допустим Есть рукав металлический Пескоструйный аппарат И ты Какой-какой? Как-как? По кутичке Так вот Пескоструйный аппарат И там рукав Ты его держишь Песок Под давлением Сильным Пневматическим То есть воздухом Направляется И вот так вот Бьется об локоть Внутри И вылетает Из этого аппарат И вот этот локоть Сильно изнашивается Как сделать так Чтобы он не изнашивался Угу И мы на полном серьезе Придумывали Абсолютно Вот Просто как детки Чего сделать там? Ну Как бы Понимаешь Что можно сделать? Допустим Воды набрать В этот локоть Сделать так Чтобы она не выливалась Оттуда Смочить его Об воду Песок не стирается И металл не стирается Не будет никакой Амортизации Угу Но песок перестанет Сочиться Там достаточно Давление такое Что он будет вылетать Даже мокрый И похрен Угу Еще песка туда насыпать Песок Песок тоже не будет Рукав этот ломать Угу То есть там Ну Несколько вариантов Подушечку подложить Не получится Она реально Самортизирует Все просто Ну это Как один из микро Примеров того Что На самом деле Я думаю Что Apple бы туда Сири встроили Конечно И все И семь колонок По усилителю На каждую И Фила Шиллера Туда бы еще встроила Который бы ходил дальше Вместе с этим песком Кидай дальше Окей Ладно Ну И мы реально Мы когда вот были На этом кружке Мы ходили почти На экскурсии Почти на все заводы Челябинска И нам там рассказывали Практические проблемы Которые Скажи маленькие были Ну слушай Ну класс Восьмой Девятый Вот так вот Там тяночки-то были? Ну так Как тебе сказать С учетом того Что мы ходили И еще в перерывах Как мы ездили В Ленарь на трамвае Рассуждали о том Как мы ксенус проходим Вот Вот Значит не было Я понял Значит не было Вот да И нас еще Очень умилялось Что в Ленаре Сухарики стоили Раз в два Дешевле чем в центре Вот это круто И мы там покупали Компашки И жрали их Около трубопрокатного Просто около проходной Нормально было Так вот Поэтому И нам рассказывали О конкретно проблемах Которые возникают На производстве Которые никак нельзя Просто так решить Типа заказать Другой станок Вот надо тут Здесь и сейчас Решить проблему Вот Ну это интересно Вот он нам говорит о том Что Примерно так же И нужно здесь Задавать вопросы На каждую хрень А если мы вот здесь Перекрасим туда Там это Будут ли больше заходить И вообще И как И что То есть нужно Работать с большим количеством Переменных И просто анализировать Конечный результат А не Помежуточное Что больше зашло Ну хрен с ним Что больше зашло Конечный результат Чтобы у тебя Больше купило Допустим А не больше зашло Поэтому Ну да Нужно понимать И дальше Think Inclusively Это говорит о том Что Ты Включайся сам В процесс И понимаешь Что Если твой пользователь Ну такой-то покупатель Представь Что ты такой покупатель И какой у тебя был бы Бэкграунд Ну то что мы с тобой уже обсудили Поэтому Нужно Оставаться креативным И Не Сугубо по алгоритмам действовать Если здесь плюс 20 тысяч человек пришло Значит делаем так И так далее А нужно Не бояться Экспериментировать Пробовать И вот да Это кстати Чтобы ты понимал Билл Парди Он не просто хрен с горы Он Делает Data science В Microsoft Я вижу Что это Microsoft design Да Я просто хотел сказать Что Представляешь Как Чуваки Inclusive Думали Которые продавали Компашки дешевле Чем в центре В Линаре Они возможно были В сговоре С транспортными компаниями Которые тоже наживались Пока мы доезжали До этого Линаря Все что ли Или что Все Как твое мнение Блин Классная статья Чувак Действительно Говорит нам Чтобы мы не зашоривались Это прикольно Я думал Он просто знаешь Бич какой-то И нам просто говорит Да ничего это не значит Ваша big data А он Все таки сказал Более широко Что вам надо думать Просто нестандартно Что вам нужно Просто не тупо Совершать какие-то Одинаковые Знаешь Вращательно-поступательные Движения А реально Думать о конечном продукте Как о целостной Такой комплексной системе Это прикольно Это круто Да То есть надо Не промежуточный Удовлетворять Свои цели Увеличить там Число там Член Да А удовлетворить Себя Чтобы этим членом Удовлетворить Какая разница Сколько там Как и что Блин Следующая классная Будет статья Кстати Следующая На The Verge А как она На The Verge Оказалась Ну вот слушай Это Давайте Фактура Пьер Бутин Некий Дизайнер такой Он сделал проект Бруталист Редизайнс Они есть у него Конкретно на сайте На PierreButin.com Slash work Slash Brutalist Редизайнс И Не открылся у меня Его сайт Видимо Надо через VPN Это делать Ну французский Французский чувак Вот И The Verge Посчитали Журналисты The Verge Посчитали Интересным Разобрать этот момент Просто потому что Ну The Verge Ты же понимаешь Это же не просто Там новостное агентство В чистом виде Там Трамп Сирия И так далее Они все равно Около вебовые Нет Но они Около технологии Так скажем Да около технологии В том числе И Они заметили просто Что есть такой тренд Они немножечко Опоздали даже Потому что Brutalist Websites .com Мы его с тобой В этом подкасте Обсуждали Чуть не полгода назад Там где чувак Собирает дизайны Брутальных сайтов То вот это все Угу И Как бы Они вот Пытаются Тоже чуть-чуть Об этом поговорить О том что Этот Пьер Он Сделали дизайны Популярных Мобильных приложений С учетом Вот Этого Брутализма И сам себе Бьер пытался Ответить на вопрос Этот тренд Приходит В силу И этот тренд Это просто Отсутствие Дизайна Как такового То есть Просто кодеры Накидали Как смогли И все Либо Это умышленный Аскетизм Который Очищает сознание И Ну ничего лишнего Less is more И когда он Делал Ну Некоторые Редизайны Он Ну да Он понял Что It depends Зависит от Конкретного Редизайна Ну например Начнем YouTube Здесь Я даже не знаю Как Но это Это надо видеть То есть Уважаемые слушатели Просто представьте Что Никаких почти цветов Здесь нету YouTube YouTube Никаких шрифтов Все иконки Заменены Просто текстом То есть Иконка камера Написано Camera Иконка Loop Search И иконка Профиля Me Иконка Светофора Вот эти Три точечки Которые More С надписью More Заменена Количество Минут Которые Аккуратненько Справа Снизу Написано На черном фоне Белыми буковками Оно в виде Такой звездочки Вордартовой Сделано Сверху Просто Ну и внутри Написано Сколько минут Данный видос Идет Я не понимаю Нахрена он Вот это сделал Это вот самое Противное Что у него Есть в Ютубовском Редизайне А мне наоборот Именно это Мне показалось Самым брутальным Это брутально Но в смысле Что А почему Это хотя бы Не сделать Не там А там Справа В углу Например Ну Тогда Посмотри Просто очень Будет перенаселенный Так скажем Правый угол Там и так More Не ну понятно Что там мясо Но Ну а он попытался Чтобы как бы Все равно Эстетически приятно Это оставалось Ну есть какая-то В этом изюминка Я соглашусь Но вот эти вот Надписи По диагонали Они Как тебе сказать Ну это троллинг Это троллинг Конечно Ну что говорить Это же прям Я не знаю Почему именно По диагонали Может потому что Здесь конференция IO Тоже со слэшем Диагональным Ну это так Это просто Предположение Ну и вот Нижние кнопочки Home Trending Subscriptions И library Они тоже вот Этими косыми Штуками Whatsapp Почти не претерпел Изменения Это смешно И просто Синий цвет Сделали Такой синий Который как у ссылок В интернете Как у Крейгзлиста Я сейчас прям вот Смотрю на этот Whatsapp И мне прям Крейгзлист Я тоже хотел сказать Да Снизу Вот эти вот Надписи Мне не нравится Кроме шуток Больше чем Иконки с бэджиками Ну это так Это уже моё Чисто знаешь Мою ностальгию Тешит По старым Добрым временам Но вот Whatsapp Получился Не противным Крейгзлист Да Facebook И здесь Ну Кроме того Что нет никаких Шрифтов Всё моноширинным Говном сделано Никаких круглых Обводочек Сделано всё Квадратами И опять же Иконки Все Camera Messenger Они просто Текстом сделаны Мне понравилось Именно вот эти вот Emotions Там квадратики Like Love Ха-ха Ну не Ну это жестоко Это слишком Брата И там love Большой Вот этот квадрат Ну это Это круто Прям Смешно Это стёп такой Чётенький Кстати здесь Снизу Почему-то Вот кнопки Не наискосок Сделаны Как у Ютуба А всё-таки Просто Убористо Так по Горизонтали И мне нравится Что-то он хотел Сказать Видимо Этим Когда делал Там Twitter И Это круто Это прям Охренеть Вот эта надпись По центру Twitter Я считаю Им нужно Прям прислушаться К нему У меня только Вопрос Какого хрена Некоторые надписи Они ну как бы Вылезают Или так Это должно быть Видимо умышленно Потому что Ну иначе Зачем Ну это реально Брутализм Конечно А цифры Вот эти Сожмяк Да Да Мне тут только Надпись крутая Twitter Сверху И Снизу Выделенная Вот Home Вкладка Там вот С этой вот Тенькой Полосатой Да Это классно А во всём остальном Twitter конечно Не очень Tinder Приложение Знакомств Здесь Оно выглядит Знаешь Когда-то Года два назад У меня батя То ли Судоку Играл То ли Какие-то Кроссворды Там было Жутко Говёное Написанное Приложение С десятью Тысячами Рекламных Баннеров Каких-то Просто вот Сверстанное Даже Не по-ровному Квадратиками Вот оно Выглядело Примерно так Как Редизайн Tinder Это Сэмбл Старый Просто Tinder Ты как бы Не знал Да Возможно Хотя Нижний кусочек Где разноцветные Кнопки Он прикольный Что-то хрен знает Но допустим Ладно Спотифай Он прям Такой Андерграундный Вот сильно Особенно там Обложка еще такая Какая-то Андерграундная Ну да Обложку прям Подобрали Под Под это же Так сказать Хотя это по-моему Регги какой-то Ну судя Ну или даб Да Слушай Я даже не знаю Но опять же Косые надписи Во-первых Снэпчет Ну да Там конечно Косые надписи Границы Вот эти И самое главное Прогресс-бар Прослушивание Это просто Тоненькая линия По центру Даже не поймешь Сразу о том Что там И как Снэпчет Почти не изменился Только на надписи Замененные иконки И Те которые Вот стикеры Добавлять Они чуть-чуть Более схематичны Ну да Детализация Поменьше Так скажем Инстаграм Не меняется вообще Ну он здесь В самом начале писал Что типа Инстаграм Вот этот новый Он и зародил Этот брутализм Потому что Ну действительно Когда он только вышел Достаточно шокирующе Было по сравнению С тем Теплым и ламповым Инстаграмом Который был до этого С кивоморфным Ну да Но Знаешь Тут тоже можно было Поиздеваться Нет Здесь он мог Как в вот эти вот Хистори В ватсапе Эти хистори Он почему-то Скругли А точнее В фейсбуке Простите Он скругление Убрал Сделал квадраты А тут не стал Уже убирать Ну Это шубка Да Пошутить что Инстаграм Это инстаграм Че там Нетфликс Ну че Нетфликс Но в принципе В принципе Почти не изменился Старый логотип Он Нетфликса Взял круглый А это старый Это старый логотип Нетфликса Да Завернутый Кверх ногами Я тоже не понял Что-то видимо понял Майлист 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 Это смешно Топпикс фо ю Топпикс фо ю Продублировано Это по старым Таким Как полицейская лента Которая там Вот Шубни Уорнинг Да Не заходили сюда Линкт ин Прям Да Это круто Тетрадный лист Все такое Прям Что-то в этом тоже есть Гугл мэпс Прям круто выглядит Знаешь У меня Ощущение Что я На суперстаром Айпод видео U2 Эдишн Был такой Айпод видео На 30 гигов Это как Айпод классик Только до него Был Айпод видео И Он был С полумонохромным Полуцветным Экранчиком То есть там такая Синяя подсветка И там вроде были цвета Но они все равно Были такие Красно-черно-синие Белые И да Вот Как будто это На его экранчике Вот так Это мне У меня знаешь Ощущение Как будто это Какое-то ПО Специально для полицейских Написано И вот они сейчас На вызов поедут Быстро Они надо в северной Дакоте куда-нибудь Там хлопнуть Кого-нибудь Ты считаешь Что вот Нео Он все в зеленом Видел В свете В матрице А вот полицейские Они в синим Конечно Это сто процентов Gmail Почему желтым сделали Верхнее меню Не очень понятно Может быть это Старый прикол Старая раскраска Gmail Видимо она Настолько старая Что мы уже Как бы и не помним Потому что я вот смотрю И мне ни о чем Не говорят Amazon Ну Смешно Что стрелочка Квадратная Вот это смешно Во всем остальном Ничего интересного При том что мы знаем Что эта стрелочка Это типа улыбочка Мало того что улыбочка Во вторых это То что есть все От A до Z То есть ну Интерпретация Google Chrome Ну тут понятно Он как бы И сам Google Chrome Корявый И Google Который там Тоже такой Хотя Вкус у него Определенно есть Все редизайны Они довольно таки Прикольные Ну кроме Twitter Там просто каша Как будто он троллил Ну Возможно мы просто Не поняли троллинга Наверное Какой-то смысл В нем был Candy Crush Ну слушай На электронику похоже Где ну погоди Там волк ловит яйца Да Да Delicious Shazam тоже смешно Сплющенная буква S И просто Listen У него кстати Устроил сейчас Shazam еще более Хай-течный Не знаю Я последние все разы Я Shazam Через Siri Я спрашивал Сири что играет Она мне показывала Там было написано Powered by Shazam Но самого Shazam У меня не установлен То есть там какой-то Микро виджет Встроенный в Siri App Store Ну это просто Квадратики Google Тоже квадратики И Ну вот такой виджет У которого Солнышко Оно вот не напрямую Граничит с границей Простите за эту автологию Есть разрывчик Небольшой Это интересно Биткоин здесь Причем А это Trending news Понятно Ну вот так вот Какое у нас мнение Ну чувак прикольно Сделал я считаю Он как бы И простебал В некотором моменте И даже Какие-то прикольные Вещи сделал Так что да Ну Я по-прежнему Считаю что Имеет право На существование Тренд про брутализм Я просто Как человек Который Ну много Из этого застал Мне ностальгию Определенно Навивает Я Я всячески Поощряю Это у себя в голове Продолжаем дизайн Веб-дизайн музей Веб-дизайн музеем Есть такой сайт Веб-дизайн музеем Точка орг И я не знаю Откуда ты его нарыл Но тем не менее Он у нас Веб-дизайнер news А Окей Короче говоря На этом сайте Вы можете посмотреть По эпохам Так скажем Вот прям открыть Years И прям по годам Пройтись И посмотреть Какие были главные Страницы Там скриншоты Страниц Сайтов Просто по прикольчику Вот например Например Я по-моему Открывал Сейчас скажу Какой 2005 Что ли год Только 2005 Блин Как бы Тут фильтры Можно Сменять Снимать Или какой-то Я 96 7 Сейчас я открою Или категории Тут есть категории Есть стили Всякие Различные То есть По тегам Все распределено По-моему Кстати Вот 2000 Нажми Я пытаюсь 2007 ввести Но нет Нету здесь 2005 максимально Ну нет Я пытался Сломать систему Подсовывал В get запрос Но нет Ну вот например 2000 2000 Да Там сразу Кока-кола И макдональдс Главное А я где-то Сейчас Подожди Есть Был сайт По квейку Сейчас Сейчас Секу Секу Там реально Круто И там Именно когда Квейк Вышел Новый Ку-3 Но сайт Все еще Для Ку-2 Сделан Блин Вспомнить бы Где я это Видел Ну Ку-3 Уже достаточно Поздно Я уже 2005 Открыл Открой 2005 Я сейчас Немножко Посмотрю Короче Здесь вы можете Просто посмотреть Главное По прикольчику Здесь вы можете Так скажем Повдохновляться Надо не забывать Что сам по себе Сайт Веб-дизайн Мьюзием Он выполнен Честно говоря Тоже достаточно Брутально Так как будто Они тоже В 2000 Каком Хрен каком Застряли Да Вот эти вот С деньгами Нажимай ID Software Сайт ID Software Был выполнен Вот так вот В стиле Как бы Кваки 2 Ты посмотри Какие кнопочки Вижу И посмотри Какая реклама Что можете Позвонить Кстати на 1800 ID Games И Кутри Арена In Stores Now Чуваки Можно поиграть Уже в Кутри Вот такая вот Тема Можно поностальгировать И по Еще что-нибудь Делать Кто любит Брутализм И старье Да Вот из Тех Которые Мне понравились Вообще Здесь библиотека Прикольно Чем организована Тем что Ты уже сказал Да про теги Яндекс Руди 98 год Смотри Ну-ка Ну-ка 98 Год Там Apple Охренеть Можно Яндекс Блин Я застал Этот Яндекс Да я тоже видел Добавить URL Сказки Мать твою Сказки Понимаешь Вот этот Яндекс Кстати говоря Это мне кажется Еще Лебедев Дизайнил Потому что У самого Лебедева У него же такой же стиль На Тема Или где-то там Вот эти косые линии Нарисованы Такое чувство Что да Дизайнер Теме Лебедев Написано Вижу да Вот так Так что Размещено МТУ На серии Какое-то Ё-моё Мне кажется Сейчас все эти люди Это уже Усманов И Ашманов И вообще До свидос Ты пожалуйста Извинись Тьфу на тебя Ладно Переходим к светским новостям Уже реально Светским Вот сейчас Прямо реально Светские Быстро Быстро Потому что Ни один чувак У нас Ни один слушатель Напишите в комментариях Если знаете Не знает Что такое Пандора Пандора Это такой сервис Который в основном По-моему Работает Именно как Приложение На телефоне Это такая Умная Радио Радионяня Умная Радио Которая может Вам советовать Треки Буквально Если вы включите Например Ваш любимый Green Day Оно вам Следующий Там Ваш любимый Сам 41 Условный Выдаст Следующим треком То есть она Умно Отслеживает Ваши Предпочтения Музыкальные Причем Пандора Достаточно Это круто Делает И мы В Америке Юзали Даже Это приложение Оно работало В Америке По крайней мере Через VPN Она и у нас Конечно Работает У нас в России Это можно через VPN Много чести Да Согласен Слишком много чести Чтобы пользоваться Можно и другие сервисы Которые работают в России Легально Так скажем Использовать Так вот PayPal На них Немножко Осудились Прям реально Недавно Подали в суд Потому что Пандора Как приложение И PayPal Как приложение Они практически С одинаковыми Логотипами Стали С 2016 года Где-то там Середина Когда Пандора Изменила Свой логотип Все Собственно И многих людей Реально Конфьюзит Это Причем они пишут PayPal Чуваки Вы охренели Мы Пандору Открываем Мы открываем Ваше приложение А у нас Начинает громко Играть музыка Например В банке Или где-нибудь там Или на работе Я открываю PayPal Проверить свой счет А у меня там Хреначит музло И это какого хрена PayPal начали Сначала по-доброму Писать Пандоре Типа Чуваки Блин Давайте просто Поменяйте логотип И не будет никаких проблем Но Пандора Ответила Что нет Именно эта буква Пи Выражает Вот это настроение Музыкальное Взрыв эмоций Так скажем И мы ничего не отменим Что хотите делать Так что они сейчас С ними судятся И возможно Отсудят у них Просто всю компанию Я думаю Илон Маск Просто купит Всю Пандору И похвину По Паниковскому Я вас сначала Куплю А потом продам Но уже дороже Вот скорее всего У них примерно Такие же цели Хотя Вот слушай Я не помню С тобой мы в этом подкасте Это обсуждали Или просто с тобой Говорили в приватной беседе Что логотипы реально похожи Да конечно Но я не уверен Что мы это в подкасте Я вообще не уверен Что Но видно что похоже Не уверен Что мы это обсуждали С тобой Сам в голове Я точно с собой Это обсуждал Неоднократно Это лечится Просто если бы у меня Была Пандора на телефоне Я бы это заметил Наверное Но у меня Ни того Ни того нету Я просто пытаюсь Сейчас вспомнить Как бы я это заметил Потому что у меня Это тоже нет Пандоры Пейпал-то у меня С грехом пополам есть А Пандоры нет Ну вот То ли может быть Были просто новости Какие-то про Пандору Был этот логотип Я такой Хм А причем здесь Пандора и Пейпал Да Ладно В общем Я думаю надо паузу Передать разработчикам Сто пудово Час 43 мы уже говорим Хотя только дизайн Закончился Ну светские новости тоже Ну там одна новость Но к счастью Мы из разработки Удалили как опух Я кстати По-моему уже Нет паузу я не нажал Что-то я Или нажал Нет не нажал Все уже Погнал Из разработки Мы удалили Самую жесть И возможно Из научпопа Тоже последнюю тему Уберем Ты ее конечно прочитал И я помню Какая там тема Там две темы По-моему В последней теме Там две темы Одна про флексбоксы Одна про нейронную сеть Это про темы слушателей А я именно про научпоп говорю А там какая последняя тема А про детей Да Можно перенести И прочитал на халявку Ну ладно Это мы уже решим За кадром Пожалуйста Пройдитесь Уважаемые слушатели Зрители Напишите в комментариях То о чем я вас просил Перематывайте Ищите И пишите Давай Увидимся уже после перерыва Мы как обычно Начинаем Раздел разработки Про самого главного Так скажем Самый главный инструмент Который вам потребуется В разработке Это Хостинг Youwebdesign.ru Слэш смарт Веб разработки Да То есть В обычной Наверное Не очень понадобится Хотя Я думаю Не помешает Это как швейцарский нож Который 18 Инструментов Приборов В одном Насчитывает Их нужно только По очереди Отгибать Только ногти Нужны Чтобы у вас были Да Если ногтей не будет Хостинг не поедет Вообще Ни в какую Пользуясь случаем Хочется поблагодарить Всех тех Кто пользуется Уже Хостингом Смарт Тейп по нашей реферальной ссылке Это прям Это биг дел Это прям Меняет То Вообще Как мы делаем Этот проект Потому что Хоть копеечка А какая-то есть Поэтому Если вам нужен Безлимитный хостинг ВПС Или выделенный сервер То Youwebdesign.ru Слэш смарт Тейп Попробуйте Попользоваться По нашей реферальной ссылке Пишите в комментариях Все Все будет прям Хорошо Все круто Вам понравится Да А мы переходим К теме Которая называется Как выйти из Вим У меня тут написано И нам это предлагает А. Михайлов Собственно И он пишет Остановите Вите надо выйти Знаменитые строки Из нашумевшего Хита Которые 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 Ты скорее всего Даже не знаешь Вот да Есть какая-то группа Которая именно Сочинила Вот этот Таркан И он По-моему У них один Наверняка Ну как грибы Видимо Разовый хайп Какой-то Так вот И это на самом деле Ни про какого Не Витю А про то Как Stack Overflow Вывел из Вим Уже больше Миллиона Пользователей Ну как бы так Смешно называется На самом деле О том Что Чуваки Видимо На Stack Overflow По-моему На блоге Это они пишут Это перевод Просто я сейчас Смотрю на хабре Перевод Спалили Что у темки Про то Как How to exit The Vim Editor Знаменитый Вот этот Редактор Кода Vim Как из него Выйти Спрашивают Чуваки Спросили Уже давно И тысяча Просмотров Фу Тысяча Миллион Тысяча Тысяч Просмотров Уже есть Этой темы Это значит Что Это хреновина Всех интересует Как же выйти из Vim Видимо Не так просто И тут есть Мемасики Что One does not Simply exit Vim Не так просто Выйти из Vim Так вот Короче Суть какая Суть какая Чуваки Из Stack Overflow Поржали Кроме того Что они просто поржали Они еще и Целую аналитику Там провели Посчитали Что Вот этот вот редактор Vim Для Консольный редактор Да Для пользователей Которые не каждый день С ним обращаются Вызывает некие затруднения В обращении Особенно В выходе Вите надо выйти Напоминаю Короче Что они поняли Во-первых То что Вим попадает Случайно Из разных систем Просто у них Открывается Этот эдитор Там по умолчанию И Люди Хотят быстренько Из него как-нибудь Выйти Но они понимают Как это сделать И запрашивают Собственно Вот в теме И смотрят Лезут на Stack Overflow Но кстати говоря Здесь есть вот Некая статистика Графичички Что вот С самого начала Создания Этой темы Мне нравится Там где по странам Мне это прям круто Да С самого начала Создания темы Интерес не падает К этой хреновине А все еще Так же как вот Был так и есть Все еще не могут Выйти из Вима Кстати говоря По странам В какой же стране Больше всего Не могут выйти из Вима Это в Украине Почему-то Ай-яй-яй-яй-яй В Турции На втором месте И в Индонезии На третьем Я бы даже по мексиканцам Сказал Ай-яй-яй-яй-яй-яй Россия на шестом месте Между прочим По Так скажем По проценту Невыхода Из Вима Чуваков Самостоятельного Невыхода Но это все Я повторюсь Это все на основе Stack Overflow Может быть Те люди Которые Не могут выйти из Вима Они даже не смотрят На Stack Overflow Что-нибудь гасят Просто Вытыкают шнур Выдавливают стекло На улицу Выходят Орут Аааа Мам Как выйти Мям Вот да Вот Дальше Дальше Господа Кстати говоря Китай Корея и Япония Легко выходят из Вима Потому что они Видимо Пользователи Вима Возможно Разработчики Прям да На каких языках Пишут чуваки Которые никак не могут Сладить с Вимом Большинство На jQuery То есть Эти люди Они смотрят Так же темы По jQuery На Stack Overflow Они так же плохи На jQuery Так же Как и Виме Собственно И CSS И AngularJS Соответственно Мы делаем выводы Что чуваки Которые Верстальщики Дикие Те кто Делают Так скажем Frontend Frontender Точнее Если быть точным Они плохи Виме А вот Такие чуваки Как Рубисты Систы И C++ Систы Они в Виме Изи разбираются Знают как выйти Слышишь Сист Я считаю Что мы Должны Использовать Метод Чувака Из Майкрософта И осмотрительно К этим данным Подойти Согласен Согласен А вдруг Они поржать Сюда уже заходили Просто Как бы Ну конечно Поржать Давай-ка набьем Ему просмотр Может быть Сказал JQuery Программист Да-да-да-да И CSS Программист Знаменитый Евангелист Ну вот Господа Вот такая вот Замечательная Интересная Тема Про Stack Overflow И Вим Напишите в комментариях Пользовались ли Вы Вимом Может быть Вы пересели на него Недавно Как на более тяжелый Наркотик Может быть Вы слезли с него Как с более легкого Напишите Обязательно Нам интересно Идем дальше Идем дальше Следующая тема Опять же У меня написано Некич Значит это моя тема Соответственно JavaScript Элементы стиля Саня Он как бы Дает мне эти темы Видимо просто Поиздеваться Поэтому давайте Мне кажется Это одна из самых Сложных тем На сегодня Я не знаю Какие там в Wordpress Но тем не менее Одна из Там самая сложная Одна из более-менее Хардкорных тем Она досталась мне Так вот Господа JavaScript Элементы стиля И это Это Я сейчас посмотрю Перевод это или нет По-моему Все-таки Это перевод Чего-то с чего-то По-моему Да Потому что Это какой-то блок Компании Да Это Эрика Элиота Перевод С Эрика Элиота На русский Эрик Элиот Через неделю будет Это Эрик Элиот Это Да Один из гитаристов В Италии Джаваскриптовый гитарист Да Короче говоря Такой пацан С хорошей шевелюрой Короче Он написал Статью И вот этот перевод Собственно От РУВДС Он пишет Он такой знаток Чуваки Литературы В 20-м году В 1920-м году Вышла книга Уильяма Странка Младшего Элементы стиля И он сильно за это Зацепляется И он читал Что элементы стиля Это вообще Уильям Странк Младший Написал Книгу О том Как нужно Как я понимаю Писать Именно письмо Так скажем Правила письма Филологическую То есть книжку Типа Да И типа Эта хреновина До сих пор Актуальна И так же для кода В основном Для джаваскрипта Принципы дизайна Дитера Рамса Поэтому Да И он Здесь будет проводить Постоянно некие параллели Здесь ты видишь Какую фотографию Нам предоставляет Автор статьи Наверняка Это не Эрик Эллиот Нам фотографию предоставил А все-таки Наши чуваки Так вот Короче Элементы стиля Сразу же Перейдем к тому Что было описано В книге 1920-го года В одной из глав Основенные принципы Композиции Сделать абзац Минимальной частью Композиции Один абзац Одна тема Избегать ненужных слов Использовать действительный залог Избегать последовательности Слабо связанных с предложением Что такое действительный залог? Действительный залог Это вот хрен Сейчас вспомнишь? Я знаю просто Что есть пассивный залог И я знаю Как это в английском В passive voice Да Это типа Это когда Тебя делают Да Не ты делаешь А тебя делают Ну вот Короче Сейчас ты посмотришь Это на примере Что нужно делать В JavaScript Чтобы нормальный код был Здесь Каждый пункт Он соответствует Следующему пункту Который вывел Металлист Группы Группа Металлика JavaScript Так вот Избегайте последовательности Слабо связанных предложений Слова в предложениях Связаны по смыслу Друг с другом Не следует разделять Другими языковыми конструкциями Используйте Утвердительные высказывания Выражайте близкие По смыслу И назначению мысли В похожей форме Используя параллельные конструкции Так вот Теперь о коде Господа Я напоминаю Соответственно Один к одному Первое Сделайте Минимальной частью Композиции Функцию Одна функция Одна задача Ну это Да Это даже не столько Конкретно написание Синтексическое Сколько семантическое Что нужно логически Это делить Это круто Да Второе Избегайте ненужного кода Как ненужных слов Третье Избегайте действительный залог Опять же Не объясняется вообще Ни хрена Избегайте последовательности Слабо связанных Языковых конструкций Опять же Держите в одном месте Код и другие элементы Программ Направленные На Решение Одной задачи Используйте Утвердительную форму Для имен Переменных И при построении Выражений Используйте Одни и те же Шаблоны Для решения Схожих задач И сейчас Короче Немножко Объясню Что происходит Вообще Какого хрена Первый абзац Функция Как единица Композиции Здесь нам Собственно Металлист Предлагает Чтобы мы Думали полностью Функциями Чтобы в джаваскрипте Наша Минимальная единица Композиции Была Функция И какие типы Есть функции В джаваскрипте Первая Коммуникационные Функции То есть Те, которые Выполняют Операции Ввода Вывода Процедурные Функции Представляющие С собой Набор Сгруппированных Инструкций Для решения Некой Алгоритмической Задачи И третья Функция Маппинга Принимающие Данные Преобразующие Их И возвращающие То, что Получилось И чувак Нам предлагает Чтобы у нас Функции Были Строго Либо это Операция Ввода Вывода И никаких Алгоритмов Обработки Данных Вот Но, к сожалению Подавляющее Большинство Функций Которые Придется Использовать Это Именно Процедурные Как я понимаю Почему же К сожалению Ну не к сожалению А конкретно Да Да Согласен В основном Процедурные Вот Ну вот Это одна задача Одна функция То есть Используйте Обязательно Если у вас Есть какая-то Задача Пусть это Будет Одной функцией Не нужно Смешивать Теплое С мягким Лучше В одной функции Другую Вызовите Но разделите Это логически И да В том числе Не пишите Избыточный Код Это в принципе Растет Опять же Оттуда же Это будет Как бы Избыточность Небольшая Что если у вас Функция Вызывается Там В одной функции Много мяса Тупого Например Но здесь он Конкретные Даже вещи Говорит Например Давайте Вспомним О такой хреновине Как Типа Arrow functions Типа Стрелочные Функции Так называемые И Если вы До сих пор Не знаете Что такое Стрелочные Функции Вот Прочитайте Опять же Мою статью И ссылка На его статью Наверное Уже Без перевода Наверное Уже Без перевода Например Есть функция Function Secret Message Return Function Return Message Вот такая Вот Это говорит Прям Не надо Так делать Это говорит Понятно Что он Типа Понятен Всем Этот код Так скажем Даже самым Новичкам Но Если вы Уже Владеете Arrow functions С стрелочными функциями То Код можно сократить Вот до такого Красивого Const Secret Message Стрелочка Скобочки Стрелочка Message Красивая Базара Нет Прям Вот И если Вы Типа Шарите То В ECMAScript 6 Это давно Уже Принято Это еще В 2015 Году Между прочим Спецификация Появилась Стрелочные функции Все такое Поэтому Давайте Господа Если хотите Типа Писать Крутой Код В Джаваскрипте Пользуйтесь Arrow functions Дальше Он кстати Очень много На это будет Упирать Ненужные Переменные Многие Люди Пишут До хрена Ненужных Переменных В коде Опять же Например Посмотрим Вот этот Get full name Равно First name Last name Как это выглядит И посмотрите Как он избавился Изящно Он не объявляет Заново Вот этот Full name Зацени А просто Красивенько Делает First name Плюс Пробельчик Last name Избавляется Изи Вообще Дальше Он говорит Вот эту Бесточечную Нотацию Его Короче Бесит Что А сейчас Скажу Еще один Распространенный Подход К сокращению Числа Переменных Заключается В применении Композиций Функции И так называемой Бесточечной Нотации И вот это Вот Пример Карирования Так называемого Короче Он здесь Очень красиво Опять же С помощью Стрелочной Функции Описывает Как прибавлять Тоже Вообще Достаточно Изящно Но на самом деле Наверняка Можно типа Запутаться Но если ты Именно Мистер Arrow Функшнич То ты Изи Это Считываешь У тебя Прямо Это На подкорке Ну Лишних Никаких Конструкций Не написано Но вот оно Да Хотя Хотя вот Я Не знаю Их Ни хрена Не понимаю Ну вот Да Здесь он Также Дальше Вы можете Посмотреть Он опять же Очень много Пишет Как вот Избавиться Знаешь Типа Точка Точка Тото Точка Это Точка Мэп Точка Там Промис Зен Вот Он здесь пишет Очень красиво Опять же У него Код Он супер Непонятный Новичку Но видимо Супер Быстрый Супер Лаконичный Так скажем Более чистый Код Как он пишет Вот Можете опять же Посмотреть Пример Здесь он Очень классно Описывает Я вот Больше чем Уверен Что Когда в продакшене Ему приходится Что-то делать Не всегда Он вот Именно такой Код выдает Металист Да Я не хочу Злорадствовать Или что-то еще Просто вот Мне так кажется Но тем Да Тем не менее Зацените Зацените Давай Действительный залог О котором мы спрашивали О котором мы думали Действительный залог Обычно означает Более ясное И живое выражение Мысли Нежели страдательный Это собственно Из той книги Элементы стиля И здесь Он просто Описывает Что Чуваки Если вы называете Например Какую-то конструкцию Именем То подумайте Например My function Was called Лучше чем My function Has been called Has been rescued Bump has been planted Да Create user Лучше чем User.create Notify Лучше чем Notify Do notification Просто он нас учит Чуваки Называйте Получше Не надо Знаешь Быть неуверенным Таким программистиком Например Из active Лучше называть Короче Свои функции Предикаты Так скажем Называть их Типа Чтобы можно было Ответить Да или нет Либо Либо Из active Чтобы Вот например Из active User Лучше чем Get activate Status Согласись Не соглашусь Я просто Я видел и то и ту Парадигму И вот мне не очень нравится Вот это Из active Или нет Хотя Ну опять же Я это часто видел И мне это тоже уже В силу того Что просто я это часто видел Кажется знакомым Понятным И очевидным В отличие от стрелочных функций Я понимаю Что если Из Есть То мне вернется Булевое дерьмо Вот ну сто пудо Просто так принято делать Да Но Вот эти Get set Мне тоже Они близки Немножечко И вот Get active status От юзера Мне тоже нравится Поэтому тут Это мне кажется Больше вкусовщины Хотя в принципе Все программирование Это вкусовщина По факту да По факту да Главное это То чтобы Был результат И то чтобы ты Всегда в свой код Мог быстро внести Какие-то изменения И Код был Maintainable Окей Если ему нравится так Значит да Ну в том числе Используйте Глагольные формы В именах функций Ну вот тут согласен Это просто грамотно Increment Лучше чем Plus one Unzip Лучше чем Files from zip Filter Лучше чем Matching items From array Обработчики событий Опять же Он говорит опять же О названиях Господа Если у нас есть Обработчик событий То давайте типа Говорить как Обработчики событий Они как бы говорят Они показывают Не что делать А когда Именовать их следует Придерживаясь такой схемы Когда выполнять действие Глагол То есть элемент Он клик Типа при клике Лучше чем Элемент клик Мы типа Не кликаем Сами Никто палец не нажимает Грубо говоря Мы ловим клик После клика Что делать Сам элемент Тоже не кликает Да Согласен Да То есть как бы Component Он drag start Лучше чем Component Start drag Это уже Drag racing Пошел Методы Жизненного цикла Тоже Как называть Опять же Он тут играется Он причем Тут объясняет Что Вот допустим Сравним Три разных названия Component will be updated Component will update И before update Опять же То есть Жизненным циклом Будет являться Че До того как Before update Его больше всего устраивает Когда ты говоришь Вот component Will be updated Ты можешь запутаться Сам по себе Особенно если ты Не американец А ты Russian languages Ты will be updated Ты обосрешься уже В каком это времени Когда Это обновленное Или будет обновлено Или это Вот Ну в общем Какое это время Опять же То есть не надо себя путать Посредственности Слабо связанных Языковых конструкций Ну просто Не надо говно писать Здесь просто так и написано Что Не надо вместе Совмещать Вот Несвязуемые Какие-то вещи Здесь тоже есть Примеры Кстати говоря Можете посмотреть Хранение кода И других элементов Программ Направленных На решение Одной задач И здесь Очень прикольно Он декомпозирует Он говорит Что подумайте Как можно Сделать Как бы Упростить Декомпозировать Вашу схему Вообще В принципе Приложения Вот например Components Reducers И тест Да И каждая состоит Из Включая To-do's И users To-do's 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 А может быть Группировку Можно было бы Круче сделать Типа To-do's И users Мы видим Что повторяющееся Дерьмо Постоянно идет To-do's И users И в них Component Reducer И тест Component Reducer Тест Может быть Так будет проще Например Даже обращаться С этими элементами Так скажем И так далее Ну Мне второй способ Больше нравится Группировка По логическому Принципу Но наверняка Это опять же Вкусовщина Зависит от того В какой команде Ты работаешь Согласен Да Группировка По логическому Принципу Она все-таки От ситуации Зависит Но вот он Предлагает Вот это Как вариант Использование Утвердительной Формы Для имен Переменных И при построении Выражений Перейдем Сразу к примеру Короче отрицательные Не надо Да Его бесит Что вот Если начинают Называть Типа как Is not flying Хотя надо Is flying Или late Лучше чем Not on time То есть лучше Одним словом Утвердительным Чем какое-то Отрицание И дальше Он здесь Много вот Использует Например тоже Отрицание Типа восклицательный Знак R Это как бы Вот ну вообще Говно Точнее нет Здесь он Причем здесь наоборот Ему нравится Такая конструкция Лучше такой А ну да-да То есть С восклицательным Знаком Отрицание Это прям говно Тернарный оператор Я загуглил Что-то такое Это такая хреновина Состоящая из трех Ну я-то это знаю Да Вот да Я эхаю Очень часто так Вот да Состоящая из трех Которая возвратит Там только второй Или третий Там какая-то Такая замута И короче Он говорит Что вот Вот этот тернарный оператор Это вот вопросик Вопросик двоеточия Именно Как я понимаю И типа Вот такая хреновина Первая Лучше чем вот такая Вторая хреновина Как я вам объяснил А? Ну опять же Здесь отрицание Здесь опять же отрицание Это перекликание Немножечко с другим И он здесь дальше Опять же пишет Что не надо Нигде Высказывания Все отрицательные Убирайте нахрен Это никогда Сразу индуитивно Непонятно На первый взгляд Тем более А на второй взгляд Это надо вдумываться Сидеть Вот Убирайте все отрицания Делайте Чтобы все Не Дальше следующее Типа Не обращайтесь Не делайте так Чтобы у вас Были какие-то аргументы Функции Которые принимают Значение Нул и Undefined Чтобы знаешь Типа проверять А вот если Вот это нул То там то-то Ну то есть Нул можно проверять Понятно Но типа Не создавайте функции При вызове которых Необходимо передавать Undefined или нул Вот так Скажем Вместо необязательных Параметров И здесь опять же Пример Дальше он пишет Про шаблоны Типа там просто Если честно Это опять Он говорил Что нужны Процедурные функции Для схожих задач И вот он тут Опять об этом Говорит Что В принципе У нас почти Все однотипное Поэтому пишите По консистенции И да Да Ну и выводы Естественно Выводы Он сильно упирает На то что Чуваки Уже вышло Экмоскрипт 6 В 2015 Господа Господинские Посмотрите Спецификации Посмотрите Что кого Посмотрите Как вообще Операторы Может быть Там есть Какие-то улучшения Может быть Что-то Поможет вам В вашей Обычной Жизни Написание Джаваскрипта Тем более Тем более Что он металлист Вот Поэтому вот так Эрик Эллиот Этот прям Такой Космический Чувак На самом деле Он каждый раз Пишет Вот Серьезно Он пишет Такие вещи Что мне хочется Узнать Хотя по-моему Он чуть ли не в гугле Работает ли в Мазили Он хрен где Ну хочется просто Вот посмотреть Он в продакшене Это все соблюдает Или нет Ну Что-то мне подсказывает Что он все-таки Может соблюдать Такое дерьмо Он прям стрелочич Arrow function Да уж Ну что там дальше Давай Есть Небольшой блок Новостей Из мира Разработки От меня Первое Скотт Гилбертсон На блоге Daring fireball Понятия не имею Что за блок Но мы с него Уже что-то обсуждали Он рассуждает О том Что гугл АМП Вот эти вот Странички Которые мы Сразу из поиска За секунду Молниеносно Загружаются Помнишь Да такие Это аналог Facebook Instant articles Которые прям Бесят Ну Они есть В телеграме По-моему Тоже есть Сейчас instant view Вот это вот С молнией Так вот АМП Он считает Это плохо И что типа Если вам нужен АМП Для того Чтобы ваш сайт Быстро открывался То это проблема То что вы свой сайт Не оптимизировали А гугл У нас ворует Говорит трафик Они у нас воруют Рекламу Они вообще Они не очень Не говоря уже о том Что там Какие-нибудь АМП сервера Они могут находиться Там в ближайшей В Америке А мы здесь В России И тогда АМПшные страницы Все-таки будут Подлагивать И медленнее открываться Но Вариантов Как бы уже нет Если у нас Страница попала В АМПшный индекс То она у нас В мобильной выдаче Только АМПшный вариант И будет оставаться Ну и он просто Здесь говорит о том Что нужно уничтожить Гугл АМП До того Как оно уничтожит Веб Уничтожить прям Да Жестокий Жестокий Кел Кел Гугл Амп Но его Деринг файрбол Даже не его А вот этому Деринг файрбол Ничего не грозит Я думаю Тут Какой Тут не надо Ни АМП Ни ХНП Тут просто бложик Ну Каким-то образом Я точно помню Что мы на этом бложике Уже были Видимо этот Деринг файрбол Кто-то Или что-то Значащий Что-то Ну может это именно Блог Какой-то Там трех чуваков Знаешь как вот бывает Музыкальные группы Несколько там Радио Хеттеры От Хачили Пепперс Там и что-то еще И некоторые члены Этих групп Объединились В супергруппу Например В Atoms for Peace Может быть Вот этот Деринг файрбол Это суперблог На котором там Объединились Какие-нибудь Эрик Эллиот Опять же там Крис Койер И дай бог С Эриком Эллиотом Объединиться Он все равно Заставит металл играть Да Он тебе Эррофанкшн Да и металл Окей В общем Например Гугл АМП Не позволяет Контрол-эфить По странице Ой Какое говно То есть Он нам здесь говорит Типа ты меня уважаешь Да Поэтому Вот На iOS Вообще крайне Противно работает Я честно скажу Один раз пробовал Может быть Месяца полтора назад Что-то типа На Russia Today Зашел Ну да Не очень Но как бы Я бы так сильно Руками не махал Что прям все Интернет уничтожить надо Точнее Что Google АМП Я бы интернет Сразу уничтожил Если честно Вместе с Эриком Эллиотом Не удержался Извините Новый формат JSON-Feed Формат Который призван Прийти на смену РССу Который в XML Все хранит Или Атом Вот в общем В JSON Теперь можно Ну не можно А как бы Нужно Начинают разработку Лент Которые в JSON Прилетают Ничего в этом Необычно Как бы уже Если в API От XML Отходят В пользу JSON То почему бы И в лентах Тоже не отходить Есть здесь Спецификация Прямо на JSON-Feed И вордпрессовский Плагин Уже есть Который будет Ваши посты Заворачивать Вот этот JSON-Feed Другое дело Что не очень понятно А ридеры Какие у этого будут Насколько это будет Именно Так сказать Формат Который вот Стандартизирован И так далее Я просто посчитал Нужным об этом сказать Потому что Ну я На протяжении Двух недель Я прям натыкался Везде На то что Все обсуждали Что вот Там JSON-Feed Но по факту Это еще Work in progress Очень сильный И в чем Конкретно Как они будут Это так сказать Внедрять Это большой вопрос Большой вопрос А дальше У нас как раз Новость Блога WebKit Это блог Разработчиков Safari Эпловских И у них На самом деле За последние Два дня Четыре страницы Целых Здесь произошло Четыре поста И например Вот первый из них JSC Loves ECMAScript 6 JSC Это как я уже вам говорил Движок Который находится Под капотом У Safari Который рендер Рендер Господи Простите Интерпретирует JavaScript Так вот В Safari 11 Наконец-то Он полностью Заручился Поддержкой ECMAScript 6 Здесь написано Implements All Of ECMAScript 6 Все Бабель вам не нужен Если у вас Только Safari 11 Понятно Что не будет Такого Что у вас Только Safari 11 Но тем не менее И я не буду Вникать здесь В глубину Просто я не понимаю Этой глубины Про то Что тут Как-то лучше Там allocate stack Работает И так далее О том Что там Что тут А ты Прямо читал Всю эту статью Я просто Пока скроллил Я чуть не уснул Нет Я проглядывал Я дошел До тех графиков Которые непосредственно Ну Они интересные То есть То что там Генераторификация Хорошая Прямо какая-то Это Ну Будет и будет Ради бога Байт код А вот здесь Конкретно Байт код Здесь конкретно Миллисекунды По поводу Сравнения С хромом И с файерфоксом И вот это уже Более или менее Занятно Safari 11 Время в миллисекундах Что касается Бенчмарка АРС 6 Это какой-то Установленный Так сказать Стандарт Бенчмаркинга По производительности Джаваскрипта Измеряется в миллисекундах Чем меньше Тем лучше 26.9 У Safari 11 48 У хрома 58 И 133.3 У файерфокса 53 Safari почти в Два раза быстрее В 1.8 Раз быстрее Чем хром И до 5 Раз быстрее Чем файерфокс Работает с Джаваскриптом В некоторых Тестах не так Разительно То есть Ну мы здесь Видим что 58 против Там 85 У хрома И так далее Но в принципе В целом В каждом Тесте Safari Работает быстрее Чем гугл хром Красавцы Работают Конечно Сложно Потому что Гугл Они Сейчас Отряхнутся И через 2-3 месяца Сделают что Опять у них Или быстрее Или хотя бы на уровне А вот Apple с Safari У них Мажорная версия Реально раз в год Только выходит И они только Раз в год Вот эти крупные Изменения делают То есть Сейчас вот Они с этим разберутся И будут Минорные версии На протяжении года И там ничего Интересного Вообще не добавляют Там просто Какой-нибудь Пофиксили Такой баг Пофиксили Другой А вот Именно То какие новые Фичи Вдруг будут И так далее Это все Вот почему-то Говорится Только уже Раз в год На этих WDC И все Хватаются За лицо Но вообще Я вот скажу Что я Все время Сколько пользуюсь Маками Пользуюсь Safari И Ну были конечно С ними Некоторые проблемы Например Типа там Flash player Не было Там вот это Вот все То что Стив завещал И какое-то Определенное время Там даже YouTube нормальный Не можно Не можно Не можно Было открыть А сейчас Вообще Я прям Мне комфортно Мне нравятся Проприетарные технологии И на винде Я тоже Edge им пользуюсь Например Нихренась Хорошо Хоть его не померили Там наверное Вообще бы Крах был Там лучше не мерить Да Вот Вот такие у нас Разработки В этот раз Я здесь еще Открыл Assembling WebAssembly Это сегодня появилось Я когда готовился К подкасту Еще не было Этой статьи Здесь на WebKit Блоге И они Анонсируют Что WebKit Полностью Имплементировал WebAssembly Тот формат Который придет На смену Типа там Классическому Вебу В котором внутри C++ Вот они даже Это сделали Охрен Охренеть Согласен Согласен Здесь и опять же Здесь прям Все файлики По поводу того Как это реализовано То есть здесь Глубокие подробности Если вам это Интересно Если вы действительно В этом разбираетесь Почитайте Посмотрите Напишите что-нибудь В комментариях Это интересно Если вам это интересно Вы сами Подписаны На WebKit Блог Да И наверное Уже Можете нам Прям за жизнь Пояснить Следующий блог У нас Неожиданный Сегодня На этой неделе Вордпресс Я просто вижу Сколько неожиданного В нем тем Ну они Знаешь За 3 минуты Управимся Я засек Давно уже Не было ничего Про Вордпресс На нашем блоге Но Но Я может быть В блоге В нашем подкасте Да и на блоге тоже Я давно уже В блоге Капитаны очевид Вывел теорию О том Что В мире Вордпресс Что-то происходит За месяц До релиза В релиз И за месяц После релиза Во всем остальном Вялые новости О том Что вышел Новый плагин Такой Новая версия Jetpack Gravity Forms WooCommerce Там Все попсовая хрень Так Первый шок И сенсация Вордпресс Дропает ХХВМ Из своего Стенда Для тестинга В нем Больше тестить Не будут Так и не прижилось Оно Несмотря на то Что в 2014 В 2014 году Некоторые хостинги Уже это предлагали Очень запускаться В ХХВМ А хэк Это просто Их язык Фейсбучный Со статической Типизацией Надстройка Над PHP Ну или даже Полноценный язык В общем Его Исключили Именно Из списка Систем В которых Тестят То есть Некий Тревис Ой простите Тревис Смешно Скотт Тейлор Тревис Это система Тестов Вордпресса Скотт Тейлор Он сделал Несколько изменений Три года назад Чтобы в ХХВМ Нормально работала И он говорит Я вот эти изменения Дропать не буду Но ничего нового Мы делать уже не будем И тестить не будем То есть Как бы Уже сейчас Более или менее Вордпресс в ХХВМ Работает И лучше уже не будет Вот Вот Это первая новость Что касается Вообще комьюнити Здесь написали Что MongoDB Кто не знает Это новая Скейл база данных Которая очень быстрая Крутая И хорошо горизонтально Масштабируется Тоже вчера анонсировали Ну не вчера А 26 Минс Нет 25 числа Мая Они анонсировали Что они тоже дропают ХХВМ И драйвер для хэка Тоже не будут Больше разрабатывать Так что Как-то видимо Фейсбук У них немножечко Это Со счетов Был снят Да Вордпресс точка ком За хостенное решение Для вордпрессовских сайтов Платное От автоматик Ну не платное Так-то оно бесплатное Там есть платные фичи Так вот В платных фичах В бизнес планах Они Позволяют Устанавливать Некоторые все-таки Плагины Помнишь Одним из основных Отличиев Вордпресс кома От Вордпресс орг Собственного Развернутого решения Была Возможность На собственном решении Разворачивать Те плагины Которые мы привыкли Акисмит Я не знаю Там Гравити Формс Опять же Контакт Форм 7 Нельзя Именно их услуги Покупали Именно их Какие-то Заменители Плагинов Но тут Видимо Очень много Ну Они увидели Перспективу Просто в том Что они могут Не предоставлять Вордпресс Как сервис Они могут Предоставлять Просто так сказать Расширенный Хостинг По факту Это же хостингом Будет Тогда Следят за Твоим сайтом А ты уже И плагины И всякое такое Можешь накатывать Ну ты просто Платишь за поддержку Этого всего дела И да Такая новость Еще Третья Хорошо Ширина Колоночки Кастомайзерной Теперь 600 пикселей Максимальная Составляет До этого Была 350 Хей-хей Ура Фанфары Теперь можно Кастомайзер Прям да На пол сайта Развернуть Ну и это Несмотря на то Что на самом деле Еще давно Вышло два Плагина Кастомайз Пейн Ресайзер Например Или флуид Кастомайзер Которые позволяли Его раздвигать Хоть как То есть на любую ширину Поэтому Помнишь Помнишь у нас был чувак Который написал Что в вордпрессе Ничего не происходит У него прям очко Это Стиралось от того Что Я вообще не помню У нас был чувак Который написал Длинное нам письмо В редакцию Игромании В редакцию На сайте В нашей темке Он говорит Блин Все конечно круто Но типа Ничего в вордпрессе Не происходит Там длинная Охреновина была Он это нам претензии Предъявлял Или у него боль просто Не у него боль Что сам вордпресс Ничего не делает Они говорит Обещали сделать Нормальную Вот эту директорию Плагинов А так и не сделали Вот такие Супер претенджи Помнишь Я помню Помню Вот Смотри сколько происходит Прям вообще Как на дрожжах Растут новости Следующее Вордпресс 4.8 А это вот Крайняя версия Которая собирается выходить Релиз кандидат Второй уже вышел Они добавляют Аксессибилити На админку Немножечко И верстку правят Точнее Именно Markup То есть Было раньше H1 И внутри Posts И ссылочка Теперь это Отдельно H1 Ссылочка И HR То есть Полосочка Нижняя Работает Над семантической Разметкой Чтобы все Было Прям Четенько Так что Много Делают Опять же Сейчас Идут Следующая Новость Разговоры О том Какой JavaScript Framework Сунуть В ядро Как вы знаете Сейчас Большая часть Написана На бэкбоуне Ну и видимо Он уже Устаревший Беспонтовый И надо подумать О том Что новенькое Теперь использовать В основном Дебаты Развернулись Нынче Между React И Vue.js Как собственно И во всем Комьюнити Между Этими двумя Фреймворками Выбирают В основном Сейчас Как ты думаешь Кто из них Жириновский Ну дебаты Просто я как бы Не могу А кто из них Прохоров Какой-нибудь Да Кто из них Новельный Я думаю Блэд React Ты имеешь в виду Мне если честно Все не нравятся Но я думаю Что React Это Новельный А Vue.js Это Жириновский Типа Он более Новый Свежий React Он более Ну Да нет React Он более попсовый И распространенный Среди всяких Не буду ничего Говорить Среди любителей Навального Вот так скажем Аккуратно Ну Много-много Говорят Angular Ember И Preact Тоже там Что-то попытались Выдвинуть Но про них Сразу уже забыли Закидали говном Этих людей И выбирают По факту Между React И Vue И Разные Разные мнения Например Calypso и Gutenberg Это проекты Которые С WordPress Работают Calypso это Выделенная админка Которую сделали Automatic А Gutenberg Я смотрел Во время Подготовки И уже опять Забыл Что это такое Так А это Слышит как фамилия Какого-то чувака Согласен Это Фронтендовый редактор Видимо Для прототипирования Или что-то такое Короче Какая-то хрень Или Возможно Page Builder Так вот Оба этих проекта Calypso и Gutenberg Они уже работают На реакте И дескать Надо И дальше Использовать Реакт В основном Ядре Чтобы подружить Все эти системы Ну а про View Любители Говорят Что он Очень быстро В изучении С ним Просто будет Все удобно Здоровски Классно Поэтому давайте Его использовать Поживем Увидим Не так долго Осталось До того Как выйдет WordPress 4.8 А именно тогда Они наверное Будут как-то решать Думать Размышлять В следующем Разработческом Цикле Следующая новость WPCLI Популярная утилита Консольная Для управления WordPress Там установка Обновления Всякого Тем плагинов И так далее Да и просто Настройка И работа С базой данных Обновилась В версии 1.2.0 Я напомню Что начиная С версии 1.1.0 Эта утилита Уже находится Под крылом WordPress.org И даже Выделены были Люди Которые Конкретно Занимаются Именно WPCLI Например Дэниэль Бах Хубер В версии 1.2.0 Принято Решение Все команды Поделить На пэкэджи Чтобы Кому какие Не нужны Были Команды Эти люди Просто их Не устанавливали И сам Дистрибутив Не так много Весил Да и просто Удобно Когда каждый Человек Свою команду Поддерживает И все Также у них Новый логотип Ну и многие Это связывают С тем что Выпустят Наклеечки Футболочки И так далее Ну я согласен Такой монохромный Логотип Он прям Напрашивается На то Чтобы прям Как говорится Какой-нибудь Свег С его С этой символикой Был Да И кажется Последняя новость Да Последняя Чего ожидать Вордпресс 4.8 Вот здесь же На ВПТ Верне Уже вышел Релиз Кандидат 2 На самом деле Как бы уже Много Дождались Ну так вот Чего же ожидать Нам пишет Джефф Новые виджеты Изображения Видео Аудио Ну мы уже С тобой здесь Говорили Что будет Виджет Изображения Давно уже Напрашивался Вот аудио Видео Тоже будет Прикольно Почему бы и не Напрашивались Они сами С собой Дальше Текстовый виджет Теперь поддерживает Визуальный Редактор Тоже не может Не радовать Напрашивалась И да Но не поддерживает Оэмбед Ну потому что Фильтр The Content К нему Не применяется Link Boundaries Это Ссылочки То есть Вот такое Встроенное Опять же Ну Тулк тип Можно сказать Сплывающая Подсказочка Которая говорит О том Куда ведет Ссылка Там и так далее В Гутенберге Такое используется Теперь Это будет Использоваться И в Самом Вордпрессе 4.8 На дашборте По бреду На именно На вордпрессовском Когда заходишь В админку Добавили виджет Митапы Вордпрессовские Неподалеку от тебя Вау Да Ну и в Вордпресс 4.8 Уже более или менее Вот этот Гутенберг Пытаются внедрять Как-то Видимо Видимо Когда уже будет Релиз Вордпресс 4.8 Можно будет На него нормально Бету Гутенберга Накатывать И тестировать И смотреть И так далее Ну вот так Никита У нас с тобой Еще Не почты Края всякого Я не знаю Как ты Примешь решение С этим разобраться В смысле как Ну у меня еще Около Раз Два Три Четыре Пять Шесть Около Семи тем Есть научпоп Очень интересный Есть темы слушателей Как ты считаешь Я думаю научпоп Перенесем Весь Потому что Темы слушателей Они Уже Ну мы просто Ответим на них Причем последнюю Тему слушателей Тоже наверное Перенесем Там где конкретно Две темы То есть мы Ответим ему Там же он что-то Еще написал Или ей Я не помню Кто там А потом уже Темы обсудим Через неделю Потому что иначе Мы прям сильно Выйдем за хронометраж Я завтра вообще Не встану У меня если честно Почему-то Возможно у меня Вайфайка отвалилась У тебя вайфайка Работает или нет Работает Я сейчас Перезагружу страницу Да работает Тогда я не знаю Что у меня отвалилось Короче Первая статья По-моему С лентача Я буду аккуратненько С лентача Да Я наизусть помню Тему Мне даже ничего не надо Короче С ленты Новость И И Там про чувака Который на самом деле Давай поставим лучше на паузу Я сделаю страничку И нормасик будет Подрубил Короче Это на самом деле Не интернет У нас отключился А у Видимо У серверов Слака Отключился интернет Поэтому Да Короче говоря Продолжаем Фронтендер Прокомментировал И предлагает нам Новость Он говорит Я негодую И действительно С лентача Как я и сказал Британцы Лишили программиста Призового места Из-за российского гражданства И Я когда прочитал эту новость Я считаю Что это вообще Какая-то жесть Некий Владимир Иголовиков Российский программист Который между прочим Сейчас живет в США Но у него есть Русское гражданство Он закончил университет В Санкт-Петербурге Он Сообщает в фейсбуке нам Что его лишили Призового места В британском конкурсе Data Science Challenge Из-за гражданства России И он действительно То есть Он там победил Занял второе место И Победил Или занял второе место Ну в смысле Да Он Вошел Так скажем В призовые места Претендовал На получение 12 тысяч фунтов Стерлингов Что в принципе Нормальные бабки Но Чуваки Хватило бы Я думаю На самый старший iMac Pro Да Но чуваки Решили Что нет Из-за того Что Россия Находится Слишком низко В рейтинге Проникновения Коррупции А есть такой рейтинг Transparency International 2014 года Они вынуждены Исключить его Из финалистов конкурса Я уж не знаю Как коррупция Связана с тем Что он 12 тысяч Видимо он Впулит эти 12 тысяч В коррупцию Сразу даст на взятки Прям терроризм Профинансирует Но тем не менее Как-то в Британии Толерантностью И не пахнет Ну слушай Лик у него У Владимира Вообще уже не русский Какой-то Согласен Вылизанный чувак С Майами бич Короче Но тем не менее Иголовиков Он не расстроился За бабло Он сказал Что он в месяц Больше получает Чем 12 тысяч Стерлингов Поэтому Он сказал Его просто По-человечески Чисто по-пацански Обидно Кинули Русских не уважают Говорит он Между прочим По статистике По статистике Первое место В списке Крутых дизайнеров Самых талантливых Фуд-дизайнеров Программистов Прости Дизайнеров Не знаю Программистов Занял Китай А на втором месте Россия Причем Если посмотришь На Китайский тренд А там есть Предпоследняя колоночка Тренд Видимо как баллы набирали То в какой-то момент Он или нажирался Или не пришел Смотри Там просто Конкретная просадка Такая Да Возможно Вот там У Кайла Тоже такой На которой На шестом месте Тоже такой Прецедент Случился Ближе к концу Упал с лошади И сломал себе хвост Видимо в тот момент Нормально Окей Идем дальше Следующая новость Сейчас я Открою А я открываю А я открываю Не из слака Я напоминаю Из телеграма Тоже предложено нам Нейроном Инсомниусом Ну как тоже Это как бы Блог тем слушателей Поэтому Предложено Кто тоже Тоже Говно Нейроном Инсомниус Каким видели 2017 В советском диафильме 1960 года На часах Кстати говоря 28 минут Второго ночи В данный момент На те журнали Статья Каким видели 2017 В советском диафильме 1960 года Я напомню Что диафильмы Чуваки Такая хреновина Может быть вы не застали А у меня еще был Дома Специальный такой вот Так скажем Мини Кино Как это он назывался Проектор Какая-то хреновинка Ну там Проектор Не проектор Да Но можно было бы Смотреть Типа Записанное на пленку Дерьмо Так скажем Нарисованное на пленке Хреновину С помощью Различных оптических Устройств Оно вам показывалось Как будто вы смотрите Слайд-шоу Некое такое В пауэрпоинг Я физически Крутил дерьмо Да Можно было физически Крутить дерьмо Но хай-течные Они именно тебе Видимо там Ты кнопочками переключал Вау Но у меня именно Была такая штука Ты смотришь на него И передай И перекручиваешь Короче Как видели У меня все еще есть Вон в шкафу Сюда его привез Да Круто Короче Диафильм От Струкова И Шевченко Это как бы Режиссеры В кавычках Хотя хрен его знает Ну что ты сразу В кавычки В общем Как будет Что будет в 2017 году В 60 году Что думали Типа Типа В 2017 Это же будет 100 лет Октябрьской И вот типа 100 к столетию Октябрьской революции Что будет Смотрите Блокбастер Только на первом Блокбастер Струкова Шевченко В ролях Диафильм короче Смотрите Первое Первое Я не буду это читать Чуваки Серьезно Не буду читать 20-30 минут Второго Ночи Короче смотрите Сразу первая картиночка Как будто Просто уже Какой-то супер хай-тек Колбочки Палочки На самом деле Там сюжет Если честно Хотелось бы это прочитать Но это просто До свидос Короче Суть сюжета Я вам просто поясню Вот давай Перемещаться немножко Потихонечку Вот смотри Видишь там чуваки В круге сидят Как будто на унитазном Таком Кругу Видишь мужики сидят Так Это на самом деле Детки Это на самом деле Детки учатся И они смотрят Сквозь супер такую призму Лупа времени Она называется И они типа палят Короче И могут перемещаться По времени Смотреть что там будет Бла-бла-бла Это типа детки В 60-м смотрят На 2017 Ну ты понял Вау 20 Восписательный знак 8 Короче И они видят Что Они видят Какие будут Охрененные Плотина Через Берингов Пролит Ты посмотри Хай-тек Двухэтажные Поезда Далее Будут Самолеты Супер Звездолеты Которые будут Лететь к другим Планетам Например К системе Альфа Центавра Дальше Короче Киносеанс Закончился И детки Комбайн 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 Короче Комбайн 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 На последний кадр Посмотри С экрана Улыбалась Жена А Нина Радио Радио Монофильм Может быть наш подкаст Назвать Аудио Видео Телевидео Подкаст Я согласен Ладно Классно Классно Господа Идем дальше Следующая Новость От Фронтендера И он Просто предлагает В рубрику Дизайн Говорит Это Астронавты Говорит Любят Интересуются Дизайном В архитектуре Может быть Устроить Конкурс Среди Подписчиков Скажем Предложить Фотографии Значимого Архитектурного Решения Своего Города Деревни Села Именно Сфотографировать Актуальную Версию А не взять Из сети А вы Обсудите Проанализируете Бла-бла-бла Пару-тройку Из них Как вариант Конечно Знаешь что Я вот когда-то Считаю Про этот Конкурс Да Лицо Как будто Не оснащен Ради управления Но Нет На самом деле У меня Другая Идея Может быть Наши Продвинутые Подписчики Слушатели Напишут Просто Заметку О своей Архитектуре Своего Города Пусть даже Все 10 Заявок Так скажем Да какие 10 Там 2 Человека Максимум Один Откликнутся О своем городе Пусть даже Это будет Только Москва Например Но Было бы круто Если бы Из разных городов Написали о своей Архитектуре Пофоткали У нас же в принципе Все фронтендеры Они в принципе Все креативщики же Ты имеешь в виду Есть ли здесь врач Нет я фотограф Я фотограф Да Они же все ездят На велосипедах И на гироскутерах И Парят На 95% безопасность Пусть пофоткают Архитектуру Своего города Может быть Какие-то Очень классные районы Интересные Которые им нравятся Не обязательно Чтобы это была Супер архитектура Какие-то эти Может быть Дефолтные Даже какие-нибудь Сраные Хрущевки Пофоткают Но тем не менее Напишут нам Сделают посты У себя в бложиках Или где-нибудь На медиуме Просто я пытаюсь понять Какую им площадку Для этого дать Да никакую Пусть оставляют здесь Да что мы найдем Пусть где хоть А как Тут даже картинки У нас прикрепляют Я имею в виду Пусть на медиуме напишут Ну что Они же хайдэчные На телеграфе Да Где-нибудь Чуваки Напишите И мы Обязательно Посмотрим Можете даже Сами себя сфоткать Себя с бабой Со своей Вау Да Согласен Чуваки Присылайте нам Давайте Архитектурный конкурс Я не знаю Че победитель сделает И вообще Как победителя Определять Победители Победители будем мы Давай твой Диа хреновину Твой отправим Он не оснащен Радиоуправления Поэтому Нет Давай стикеры Отправим Согласен У нас же стикеров До жопы Можно жопой жуть Да Ж Ж Короче Чуваки За стикеры За два стикера Один его дизайн А второй по прикольчику Вдгеймс Будет вам Если вы Самый классный Сделаете Архитектурную Хреновину Давай Антона Экземпляра Тоже перенесем Потому что Он нам предлагает Его сайт Рассмотреть И я искренне Хотел Бы Но вот Не сейчас Сейчас Секу 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 Я открою Это четвертая Была Мне сейчас сложно Мне сейчас сложно Это четвертая Это четвертая Антоха Экземплар Давай в следующий раз Потому что Он считай Креативный директор Из Москвы Согласен Таких людей отдельно Вначале Первые темы Обсуждают У нас еще есть WebArkis И знаешь Как ты мне написал В Slack Я тебе это припомню Потому что Сейчас не открывается Но я тебе припомню Ты написал Мне Мне То есть Никичу В скобочках Сорясики Обе темы В скобочках Сорясики Будем сейчас Обе темы Рассматривать Первая тема Это Сорясики Здрасте Хочу предложить Две интересные темы Для обсуждения 11 вещей Которые я узнал Читает спецификацию Flexbox Поехали пацаны 1.38 11 things I learned Reading the Flexbox Там же перевод есть сразу А да Там есть перевод В скобочках перевод Я честно говоря Дома без перевода Хреначал Нормасик Короче говоря Автор На Хакер Нуне Он кстати пишет Очень красивым таким Видимо он Какой-то британец Дэвид Гилбертсон Я про него Короче он пишет Красивым языком Я не знаю Как это переводили Но он написал Ну да Я вижу что переводили Из какого Джорджа Буша Тут происходит Я вижу По прикольчику Переводили интересно Он пишет интересным языком Если хотите английский Классный почитать Вот Хакер Нун Его почитайте Короче говоря Сразу же перейдем К делу 11 вещей Которые я узнал Читая спецификацию Flexbox Первое Марджин Марджин Обладает Особыми силами Здесь он На примерах Делает Пример Например Пример Например Есть вот Некий логотипчик Заголовок И типа Sign in Кнопочка Кнопулечка И говорит Flexbox Классная вещь Просто делаем Говорит Вот такую хреновину Изи И все Но Говорит Допустим Если мы не хотим Чтобы вот этот вот Title Который MyTotal Disruptive Сайт Был на фулку На полную На полную ширину Не хотим То у Flexbox Мы делаем Изи Знаешь что MarginLeft Auto На нужном элементе Угу Вот И короче И До свидосик Происходит Он делается Как бы полностью С шириной Сколько элемент Угу И тут Дальше есть примеры Как бы Дальше есть примеры Тоже очень интересные Очень классные Можете посмотреть На самом деле SpaceBetween К FlexContainer Нормально Нормально, чуваки Нормально идет Второй пункт MaxVis Имеет значение Min А, minVis Имеет значение, да MinVis И говорит Круто, говорит Когда Если вы хотите Так Это короче Насколько я помню Да открой ты перевод Сразу Так я открыл Я с открытым переводом Думаешь с открытым переводом Я просто английский Открыл А, у тебя английский Да Мне не помогает Абсолютно Даже если Это переведено Было бы Я не знаю На что Есть короче У тебя Опять же Два элемента Вот твой заголовок И кнопка Вот эта И типа MinVis Устанавливаешь Для Знаешь чего Знаешь чего Типа А, я вспомнил Для чего Это короче Если ты хочешь Чтобы у тебя было Супер Все короче Скейлилось Так скажем Твой заголовочек Ты ему делаешь MinVis И тогда он типа Будет переноситься Вот Если ты не сделаешь Будет говно Кэп Дальше Он говорит Но Есть такие козлы Особенно у меня В работе На работе Чем я очень им благодарен Кто делает Очень длинные названия Вот например Как здесь И здесь тебе уже не поможет Такая хреновина Потому что она просто Не перенесется Вы понимаете Нужно Делать Короче Короче Нужно делать MinVis MinVis0 Да И вообще Тогда будет классно Все переноситься Посмотрите как На примере Господа Окей Окей Третий пункт Авторы Flexbox Обладают хрустальным шаром Я нахрена так переводить Я не знаю Но Но Здесь очень прикольная тема Написана Про то что Можно устанавливать Типа Flex01 Auto Flex01 Auto И Flex00 Auto И это очень крутые темы Которые классно работают Как я вам пояснил Здесь реально То есть как бы Как тебе объяснить Есть короче Некоторые Некие краткие Записи FlexGrow FlexShrink И FlexBasis Ты знаешь их? А и краткие там есть? И краткие Тем более там есть Я тоже Как бы я Хрен за Без комментариев Потому что во первых Я ни хрена не понимаю Что здесь происходит Во вторых Круть Четвертое Есть такая вещь Как InlineFlex Как тебе? Нормальсяк? И это такая вещь Несколько месяцев назад Сам автор узнал И то что она создаст Онлайнный FlexContainer Вместо блочного Не поверишь В ролике Который я снимал Про FlexBox Два года назад Я про InlineFlex говорил То есть ты раньше Чем чувак узнал Который на хакерную ночь Походу да По его оценке 28% людей Еще не знали этого Так что теперь Знаете Нижний 25 28% VerticalAlign Не влияет на FlexElement Брики Ну как бы И на блочное Не влияет вообще Оно влияет только На InlineFlex И на InlineBloch Поэтому можно было Ожидать что на Flex Тоже не влияет Ну тогда Шестой пункт Не используй Margin или Padding В процентах Да Как бы я ее И так-то не использую А я буду диалог Весь Хорошо Тогда седьмой пункт Margin и соседних элементов Не схлопываются Вот это Уже плюс Всегда мы не любили Когда У блочных элементов Ты делаешь У одного MarginBottom Один рем А у второго MarginTop Один рем А они друг в друга Получаются И между ними Только один рем Зазорчик А здесь будет Адекватно складываться И два рем будет Это да Согласен Это супер Восьмое Этот индекс Работает даже Если position static Аааа Если грамотно Работать с позишенами Не делать relative Только у тех Которые реально Должны быть relative То не будет Никаких проблем С управлением Z индексами Даже без Использования Z индекса У тех Которые position static Согласен Тоже такое себе Удовольствие У нас был целый Подкаст С Никитой Который был Заглавлен Типа там Все про Z индекс Да Кстати И вот там Мы это Прям подробно Рассмотрели Поэтому Девятое Flex basis Тонкое И важное Свойство Здесь он говорит Как типа На части делится Тут даже Если вот На картиночке Типа Как пустое место Делится на части Если вы Сделаете красивенько Flex basis Ноль Его любимый Типа Приравнять нулю Как это будет На части делиться И если вы сделаете Flex basis Ото Как они будут По углам Разбегаться Вот Flex basis Ноль Это наверное То что То что Хотелось бы ему Ну да Да Он в принципе Везде советует Ноль ставить Видимо Он какой-то Нолич Десятое Align items Baseline 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 Когда я хотел Выровнять Flex элементы По вертикали Я всегда использовал Align items Центр Но Так же как С vertical align У тебя есть возможность Становить значение В baseline Что может быть Более подходящим Если у тебя У твоих элементов Различный Размер шрифта А ты хочешь Выровнять их базу Ну Это просто Чтобы именно Нижние Так скажем Эти были На одном уровне Потому что Центр будет Немножечко Необъектив Это я тоже говорил В том видосе Который был Два года назад Дальше Следующее Мы не будем Сильно углубляться Он пишет Про то что Он какие-то куски Спецификации Прям не может Понять То есть Он читает И не понимает Вот И типа В конце Он там даже Шутит Типа Чуваки Круть Круть Я говорит Если вас Хоть чуть-чуть Заинтересовало То А я говорит Пойду другие Спецификации Сейчас читать Меня настолько Типа Вштырило Что это Круть Ну Его Рвение Прям вот Да Согласен Согласен Вторая тема От WebArkis Это нейросеть Научили Верстки По картинкам интерфейса Но Расслабьтесь Это тысячу раз Предложили По-моему И на этой неделе И на прошлой И вообще Везде пролетело Облетело Это Курьезная новость Датский стартап Wizard Technologies Не Wizard Wizard Слющий Да Wizard Слющий Некую нейросеть Pix2Code Короче Они замутили Реально нейросеть Которая Прям я в видосе Посмотрел Она может Верстать Ты ей подсовываешь ПНГшечку Хорошенькую Красивенькую Картиночку И Прям Она тебе Выпуливает Код HTML И Честно говоря На видосе Даже показывается Что и кнопка Нажимается Хотя там на самом деле Кнопка ничего не делала Она просто нажималась Поэтому Это знаешь Как будто она просто Ну То есть Он понимает Что это кнопка По крайней мере Ну да Он видимо Верстает Это с баттоном Или там Input Type Submit Типа того Вот И Честно говоря Прям Круто И Людям нравится 77% Соответствия Того Что нарисовали Прям Верстается Нейросеть Сама делает И Кстати говоря Говорят Что будет Под секретностью Никто на гитхабе Не будет опубликовывать Нейросеть Вау Да Да И тут дальше Прикольчик Что типа Вот Кстати Нейросети Уже много Что делают Бла-бла-бла Я просто От всех Что добавлю Нейросети Уже же Водят Даже в ГТАшки Так что Что там Нейросеть Крутится Лавэ хамутится Я бы это так Согласен А мы Будем С вами Говорить о том Что пора Заканчивать Заканчиваем Мы обычно Тем Что говорим Какая обойка У нас на рабочем столе Обойка Такая Закатная Или может быть Рассветная Там Это так скажем Countryside Есть некий Вигвам И думаю Что вигвам Это в принципе Возможно Наш подкаст Скорее всего Мы там Как индейцы Сидим с тобой И Курим трубку мира Мы застряли Да Во времени Немножечко Как настоящие художники Либо отстаем Либо опережаем Я даже не знаю Возможно Мы там внутри С бластерами Мы там внутри Не мы там с аймаками Мы там с этим С хоум подом О да С двумя С двумя Один мой Один твой Он там наигрывает Они ловят друг друга Ловят друг друга А люди Наши подписчики Они идут по вот этой тропинке Они кто в трейлерах Кто в палатках Останавливаются иногда Около нашего подкаста Послушают наш хоум под Наши хоум поды Да Так что да Подписывайтесь на нас В соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе В айтюнсе Ставьте звездочки Пишите отзывы На ютюбе Пишите комментарии Ставьте лайки Поддержите проект По ссылке Вебдизайн.ру Слэш донейт И надеюсь Через неделю Уже увидимся Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok